Уже хотел сказать, начнем тогда задрачивать придурошного челика, блядь, поехали Изобретая Рута Как построить образ на фейках и Моргенштерне, вперед Ну об этом сейчас еще поговорим, ну что, мы готовы? Лапки Да вот эта хуйня перематывает, эти, блядь, дудевские начала Аня, что тут есть? Расклеивал малолетнюю Да почему это? Кого? Кто я? В одном из стримов на книгу Набокова Лолита На кого? Приводили ее в пример Два часа, ёб мой рот, блядь Бля, ребят, ну контент, походу, долгий будет, блядь, я вам серьезно говорю, приготовьте Расклеивал малолетнюю Почему это? Ну, есть Лолита Набокова Можете сказать, как звали главного героя в этой книге? Вы съели все библиотеки в вашем городе Кто? Смотрите, я не могу с вами разговаривать ни на каком То есть не скажете Если вы хотите со мной общаться Контент, я поставил скорость, конечно Он в бронежилете там сидел? Класс! Мы назначаем интервью Бля, я прям терпел, чтобы Я видел, уже все начали реакции выпускать Я прям ждал сегодняшнего дня Думаю, блядь Я должен это посмотреть, сука Все, пошло Дамы и господа Усаживайтесь поудобнее Ибо вас ждет самый невероятный и разносторонний Герой за всю историю Осторожный Собчак Какой тролль, блядь? Оружейный барон Крупнейший поставщик селедки в Восточной Европе Кандидат экономических наук Человек, который изучил крипто Мир за два дня Не поверите, но он еще и выдающийся боксер И придурок, вот не забудьте добавить И придурок, а герой И никогда не пиздит еще Ну, короче, поняли, да? По настрою, как его ебать сейчас будут Сука, круто, блядь Это кто? А, блядь, он, я думал, голый, блядь Ой, да похуй, боже мой, блядь Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти уникальный. А, все, я увидел, да, реально в бронежилете сидит. Ну, сука. Не, ну, блядь, ну, тролль, блядь. Маркет, в котором можно что угодно, знаешь, совершить. Хотел бы я когда-то потихонить. Да все, похуй, блядь, да похуй, да похуй. Вперед, блядь, сейчас мы его задрочим, блядь. После этого интервью выгонит из России, а он уже в России не въездной, он здесь наебал кучу людей, если вы не помните, на айфоны. Он, короче, почему? Он же жил в Петербурге, орут раньше. Почему отсюда он сбежал? Он, короче, продавал, покупал за границей айфоны, возил сюда через Почту России, не платя таможенные, поняли эти, таможенные пошлины, блядь. И когда ему арестовали, короче, Почта России арестовали его посылки, да, с айфонами, у него были, эти айфоны купились на деньги с предзаказов. Соответственно, он кинул много людей, у него арестовали, блядь, товар, просто взял, съебался. Нормальный пацан. Я приехала на свидание к Аруту. Все, внимание только ко мне. Он снял сегодня пентхаус этот на несколько часов, я так... Мы так работаем. Ты работать, это разные вещи, придурок, блядь. О, серебряная кнопка, изнаград серебряная кнопка на самом видном месте. Готовился. Я взял в самые свои сильные стороны с собой, видишь? А, это книга, да, круто. Я взял на английском языке, одел бронежилет, здесь нет вставок, он не кевларовый, но я думаю, ты стрелять в меня не будешь. А-а-а-а, блядь, ба-а-а-а! Давай тогда с этого и начнем. Хорошо. Но я так понимаю, что как звали главного героиня? Бля, пока как все прикольно, блядь, поехали. Лолита ты уже выучил, правильно? Конечно, я же подготовился. Конечно, да. Но мы уже оба знаем, что Гумберт, все, эти знания уже есть. Кто я? Как звали главную героиню, собственно, Лолиту? И я получал информацию через книги. Я съел всю библиотеку школьную, потом съел всю... Бля, безголодный был, наверное. Ну, библиотеку, а потом всю городскую. Ой, фамилия, если я не ошибаюсь, Де Хейс была, но вот она не Лолита. Да. Дочка Шарлотты была. Доларес Гейс, блядь. Ну, почти Де Хейс, блядь. Не Лолита, но я не помню. Блядь, чел, даже... Вот, сука, у него столько времени было прочитать эту хуйню, которую он сам принес, блядь, на интервью, и не будешь, сука, ответить. Тебе нужно читать. Потому что чтение, это в первую очередь, это дисциплина. Ты учишься себе говорить, чувак, тебе сейчас важно это прочитать. Важнее, сука, ТикТока, важнее жоп в Инстаграме, важнее всего. Но давайте признаем, что вот это он Гейс, блядь. Кто из нас всех помнит всех героев со всех рассказов, которые когда-то читал? Но никто и не говорит, что он глотает библиотеки. Согласен, согласен. Здесь есть, конечно, правда, в твоих словах. Но контекст, в котором это было сказано, был совершенно другой. Это, наверное, больше как мотивация была для тех, кто прокрастинирует около... Да он пиздит, он там просто выебывался, сидел. А я, кстати, читал вот это. Я читал, я читал. Вот примерно так это и выглядело. Ебаный Гейс, блядь. Гей, или там напротив Нетфликса. И у меня просто выбора не было в детстве. Я бы, может быть, с удовольствием играл бы в приставку, но у меня не было телевизора, магнитофона кого-то, поэтому мне прям было... Фанище, ебаный. Читать. И когда мне приписывают, что вот, я проглотил библиотеку, ну, понятно, это же фигура речи. Вот в школьной библиотеке... А, я думал, ты реально ел ее, понял? Я думал, ты реально сидел, хавал ее. 99-й. Поняли, да? Это фигура речи. Это большая часть вообще в школьной библиотеке была... Фигура типа... Типа фигура, типа, как после качалки? Или... Я просто не понял. Вот это теперь тоже я не понял. Литература. Понятно. Просто ты понимаешь, нет ничего стыдного в том, чтобы забыть, что Лолиту на самом деле звали Долора за проблем. В том, что когда ты говоришь о том, что ты суперначитанный человек, ну, как бы, и сам цитируешь Лолиту, огромная книга, и ты не помнишь главную героиню, это то же самое, что прочитать «Война и мир» и не запомнить Наташу Ростова. Ну, как бы, это сложно. Есть правда в твоих словах, ну, я помню концепт, помню про что, если это доклад. Бля, почему он так выглядел, у кого-то блевал всю ночь, смотрите, он бледный пиздец. Все говорят, что я, типа, против обучения. Да, школа — это хуйня в своем вообще большинстве. Есть хорошие частные школы. Если хотите, что ваши дети... Какие нахуй? Вот, реально. Ну, конечно, по поводу просто, в принципе, школы есть очень много, да, тем для рассуждения, конечно, о ее... Ну, вы поняли, о системе образования. Но частные школы — это самая полная хуйня на свете. Самый, я вам отвечаю, это полная хуйня, блядь. Робами, как вы, отправляйте их в публичные школы. Будут... Будут придурки, блядь, дебилы, нахуй. Для среднего класса. Совсем дебилы, блядь, вот и все. Придурок, блядь. Как бы странно ни звучало, но кожа младенца похожа на змеи. Она меняется несколько раз за первые месяцы жизни. Блядь, что ты мне рассказываешь, блядь? Сейчас какие-то привороты будет готовить, блядь, в чане, нахуй. Ну, у тебя нахуй, блядь. Расскажи мне, пожалуйста, когда случилась история с вот этим кевларовым бронежилетом? О, поехали! И на одном из полигонов, я не буду говорить, где? Пизде. Я как раз-таки презентовал эти кевларовые бронежилеты, которые... Презентовал, блядь! Презентовал на полигоне, блядь! Африканский один лидер покупал себе автомобили. Презентовал на полигоне! Я, короче, подскочил, сказал, чувак, а не хочешь купить бронежилеты? Я показываю, может, какой он легкий. Он говорит, прятите, нахуй, типа, эта штука не защитит ни от чего. Я говорю, чувак, ты умеешь стрелять? Он такой, ну, усмехнулся. Человек взрослый, в районе 60-ти. Говорит, да, да, конечно. Ну, конечно, раз взрослый, значит, умеет стрелять. Я говорю, я одену бронежилеты. Говорю, если ты выстреливаешь, и я не умираю, ты купишь? Он говорит, если ты, ну, я выстреливаю, ты не умираешь, я куплю у тебя столько, сколько ты мне продаешь. Столько, бля, столько. Там же он потом сказал, говорит, он выстрелил, я выжил, он купил 17 тысяч, он купил... Да пиздел, блядь. Получается, африканский лидер-то пиздобол. Так-то нахуй. Две с половиной тысячи бронежилеты. Фуфло прогнал. Очень хорошо, что ты задала вопрос именно этот. Наконец-то. Я считаю, что то, что мы здесь с тобой находимся, это, наверное, финальная глава какой-то отдельной истории о становлении меня как медиалищности. Два года назад, когда мы начинали вообще весь медиапуть, его почти никто не освещает. Я убавил себя. Все почему-то смотрят на тот момент, когда мы начинали с Моргеном. Мы начинали с Сашем, когда... С таким же придурком, как и ты. Ксения Десу, спасибо тебе большое. Ксения Десу, да, все правильно. Спасибо тебе еще за 10 подписок. Спасибо тебе большое. Такой, кому нужен просто бизнесмен. Просто бизнесмен, есть миллион таких вот людей, которые скучные, вот в этих рубашках, и было неинтересно. И заметьте, что целый год до этого... Блядь, да они... Вот нахуя скучный бизнесмен? Нахуя от него какая-то не скука должна быть? Это же бизнесмен, блядь. Он что, развлекает кого-то? Дурак, блядь, блядь. Вообще ничего не заходило. Кому нужны вот эти бизнесмены? Вы представляете, да, слияние каких-то компаний, встреча на высоком уровне, если понимать, о чем у меня происходит. Чувак в рубашке приходит, он говорит, не, мы с тобой работать не будем, ты в рубашке, ты скучный. История с бронежью. Миша, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст, блядь. И еще парочку других привели меня к тебе. Год назад, когда я говорил, Ашу, как ты думаешь, если я когда-то попаду там к дудину. Да уже скорость стоит, блядь. Чак, он говорил, это невозможно, братан. Еще минимум лет пять тебе надо двигаться, это правда. Давай просто сразу скажем нашим зрителям, что Арут заплатил мне миллион долларов за это интервью. Вот, и поэтому мы вместе. К этому мы вернемся. Кстати, тебе точно... Ха-ха-ха, блядь, если вы, ну, если вы не в курсе, он не заплатил. Миша, привет. Че, Миша в чате? Где? Или вы типа, а, Миша, да, когда я сказал Миша, все, я думал, кривак разбанили. Блядь, что я тебе заплатил? Если что, он не платил Морген Штерну миллион долларов. Ну, это мои, конечно, догадки, но, блядь, по-моему, это очевидно, он не платил ему. Это просто совместная пиар-компания. Валешер получает упоминание себя, что ему заплатили дохуя денег, а он... Не поверишь, что тебе просто интересно. Я честно говорю, миллион долларов, ребята. Примерно как с Морген Штернами. Вид с Моргеном стоит миллион долларов, но я бы не сказал, это не шутка. Миллион долларов, не кажется, в кривте Морген получил за этот коллаб. Но к этому вернемся. Да, была история продажа броников, касок, но, конечно же, все вот это вот истории не было. Мы позаимствовали историю 50-cent, 9 пуль. Просто взяли, адаптировали ее под бизнесмены и сделали вот такую вот интересную штуку. То есть это был пизде... Что? Что они взяли? 9 пуль? Мы вернемся. Да, была история с продажей. Общиброников, касок, но, конечно же, все вот это вот истории не было. Мы позаимствовали историю. 50 цента, 9 пуль. Просто взяли. Какие нахуй 9 пуль? 50 цента стреляли 9 раз. Никогда он бренджилеты продавал, а когда он наркотиками торговал, блядь, конкуренты его стреляли, блядь. Блин, ее под бизнесмены сделали вот такую вот интересную штуку. То есть это был пиздеж? Ну, конечно, это была пиар-штука. А-а-а, это все пиар-штука, блядь, классное интервью будет, пиздец. Просто взял некую историю. Говорят, что ты ее взял из сериала во все тяж. Конечно. Конечно, блядь. Сука, это все-таки было во все тяжкие. А я думал, это другой. Я думал, это, по-моему, оружейный барон, чешо, блядь, там было. Не надев из дома, не выхожу. Че за херня? Сука, блядь. Конечно. Долго они еще переживали, правда или нет. Конечно, история была оттуда. Ты сразу признаешься, что это был голимый пиздеж. Ну, он, типа, посидел, поняли, обдумал такой, блядь, ну вот, ну я не особо выгодный, так скажем, позиции. Мне надо, блядь, просто признаться, короче, что я напиздил. Ты знаешь, я у многих спрашивала про тебя. В Москве, естественно. Те, кто меня знает или не знает? Причем, насколько я помню, он, после того, как его начали на пиздеже вот этом ловить, все ржать с этой хуйней, он все равно старался, типа, говорил, ну не верьте, не верьте, типа, а это реально было. Он говорил, по-моему, да, такую хуйню? Да и какие-то кореша, бывшие друзья, нынешние. И они с разным отношением это говорили, то есть иногда очень по-доброму любя, иногда зло, но основная характеристика была, что ты, прости, лютый пиздобол. Тогда они меня не знают. Некоторые из них говорили об этом, как бы... Слушай, я тебя тоже, ну, вот, относительно знаю, но ты реально лютый пиздобол. По-милному, что, о, ору, да он вообще, он мегапиздобол. В хорошем смысле. Интересно, ну, пусть так. В хорошем смысле, ты, конечно, такой пиздобол, но в хорошем смысле. Что ты об этом думаешь, когда люди так тебя вызывают? Когда люди так говорят, я могу даже так сказать, когда меня нету рядом, они могут меня даже избить ногами. Ну, что если? Они тебе этого не говорят? Никогда. Ни один человек в лицо это не говорит. Когда меня нет ряд, они могут меня избить ногами. Да, интересно. Ни разу. Хорошо, давай тогда поймем, как тебя представить? Ты очень разносторонний человек, я, честно говоря, с таким разносторонним человеком-то и редко встречаюсь. Ты хочешь провести милый язык или ты просто хочешь понять, чем я занимаюсь? Ну вот смотри, Ксения Собчак. Хуйней, блядь. Журналист, общественный деятель, телеведущая. Вот когда меня представили. Придурочная. Я беру вот эти три основные вещи, хотя у меня еще и рестораны, и книжки я пишу, и в кино снимаюсь. Ну как бы странно меня актрисой представлять, я не считаю, что я актриса. Вот тебя как представить? Вот в разные периоды жизни какие-то части моей карьеры, развития преобладали. Моя основная карьера... Как же она облизывает? Да не облизывает она, а вот троллит аккуратно, вы что, не поняли? Ну, способ заработка — это инвестиции. Я являюсь инвестором на протяжении многих лет, и тут никакого вранья нет. Знаешь, когда я готовилась к разговору с тобой, я, естественно, смотрела разные источники, вбила первым делом в Google фамилию, и самая первая ссылка была, знаешь, куда? Наверное, на Forbes? Да, на сайт Forbes, и там подпись, собственно, Арут Назарян, кандидат экономических наук и бизнесмен. Мне кажется, что кандидат экономических наук звучит основательнее, чем то, что ты сейчас назвал. Я очень рад, что ты подняла и этот вопрос. Ну, я просто не шарю, там что-то он сам про себя, по-моему, статью написал, чтобы выдавалось, что-то такая хуйня. Это звучит основательно, но это звучало бы основательно, если бы я был кандидатом экономических наук. Если ты посмотришь, статья была, по-моему, с 17-го года. Эту статью я сам написал, и тогда вообще только начал думать о том, чтобы в медиапространстве развиваться. Было стыдно признаться, что у тебя 9 классов, потому что я зашел в такую тяжелую сферу. Ну, короче, второй пиздеж. Ну, короче, ладно, я и здесь напиздел, короче, ну вот, если честно. Этологичную сферу. И на самом деле огромное количество бизнесменов, известных во всем мире, не имеют высшего образования, там, миллиардеров настоящих и так далее. В этом как раз нет ничего стыдного, и с 9 классами можно сделать карьеру. Скорее понт, да-да-да, это понт. То есть до сих пор поисковик первой ссылкой про Рута Назаряна выдает ложь. Еще не удалили. Почему ты ее не удалил? Еще не удалил, занимаюсь этим. С 15-го года сколько лет ты прошел? Так, ну, то есть смотри, когда мы начали весь путь, некоторые моменты не были учтены. Да похуй, да слушай, да забейте хуй, да похуй нам на эту статью Forbes. Он сам про себя написал, чтобы, бля, первый ссылк видал. Да всем похуй. Уже сказал о том, что, в общем, ты... Если я не ошибаюсь, это был 17-й год, я тебя поправлю. Ну да, тогда уже я просто про эту статью забыл, и я себя не гуглил. И потом прошло время уже, когда вышли разоблачения, такой, блядь. Но сейчас-то ты знаешь... Казанский душитель смотрит, как питерская шушера душит бизнесмена. Пиздоболок, кстати. Ссылка, что не удалить. Удалят. Ты сказал, что ты купил диплом и докторскую. Да. Где? Понятия не имею. Все сделала моя тогда ассистентка Юлия. Она купила... Спустя месяц что? После интервью статья, в которой Рут называет себя кандидатом... Где? Понятия не имею. Все сделала моя тогда ассистентка Юлия. Она купила три диплома с трех разных университетов. И в одном университете купила докторскую. Напрямую купила, не напрямую купила. Я не знаю. Она просто мне принесла, сказала, вот, держи. Я даже не знаю, где они сейчас. Настюха подставила, поняли? Настюха, бля, подставила. Сейчас, когда на все это смотрю, это просто стыд. То есть ты не знаешь, где ты? Не, я не знаю, где она их покупала. Я понятия не имею. Да, блядь, ты заебала с этой рекламой? Да все похуй, боже мой, блядь. Какой-то пылесос, блядь. Да все поебай, что ты там в руках держишь, блядь. В интервью Моргена я уже цитировала моя любимая про то, что у тебя было сложное детство, не было игрушек и компьютерных игр, поэтому ты вначале съел школьную библиотеку, потом районную. Потом мой хуй съел, блядь. А потом еще в интервью Соломину ты сказал, что ты не знал английского языка. Я не знал английского языка, но ты экстерном его сдал, а поступил в английскую уже спецшколу, и там уже через два месяца ты поправил учитель. Это правда. Я начал учить английский язык, мама наняла мне репетитора раз в неделю. Час, раз в неделю. Через месяц я уже догнал всю школьную программу. За третьего класса. За четыре занятия, блядь. За четыре занятия он догнал всю школу. Я уже исправлял учителя. Чистая правда. Короче, вон там я напиздил, но вот здесь чистая правда. Поехали дальше. Я не знаю, и так понятно, наверное, по соцсетям. Я прекрасно разговариваю. Я веду бизнес в стране, в которой не говорят по-русски. Ну хорошо. Уже много лет. Раз ты такой действительно человек, съевший столько вещей, давай. Мы егэ начнем. Да, я задам буквально несколько вопросов. Ой, ты интересный, да-да-да-да. Что ты на все ответишь, что-то можно забыть. Ну, вообще ситуация, да. Давай по базе погоняем. Поехали. В каком веке родился Пушкин? 1899. Я же не ошибаюсь. 800? Ну, ошибся просто, да. Это все, простите. Навек, но в итоге правильный ответ. Я ебу, блин. Я вот не ебу. Окей. Что такое ебеда? Типа ебеда? Ебеда. В разных абсолютно сферах экономических по-разному ебеда вычисляется. Если говорить совершенно простым языком, это... Ну, как термин. Ну, как термин. Ну, как термин. Доход, доход, минус расход. Как перевести кражения? Перейдем к сути дела по-английски. Ну, давайте перейдем к сути дела. Let's go short. Let's get to it. Нормально. Let's go to the chase, но то, что говоришь, тоже нормально. Ну, ты тупой, бро. В принципе, столица Словении. Бля, не помню. Я не знаю, это нормально. Кто помнит столицу Словении? Вопрос. Я. Тебя как для... Любляна, ты что, не шаришь, блин? Как имеющего дело с цифрами? Очень простой. Мой сын не знает пока на него ответ. Так что у тебя есть... Я тоже могу не знать. Назови первые три простых числа. Блядь. Два, два... Легко, два, три, пять. Ты что, не шаришь, бро? Я не буду говорить. Мне стыдно, я не буду говорить. Ты бы лучше так говорил, когда вот про броники рассказывал, я не буду говорить. Вот тогда бы меньше позорище было. Не помню. Бля, не знать, что это два, три, пять. Стоит число. Я не помню, что там? Два, четыре, шесть? Нет. Два, четыре, шесть. Числы, которые делятся столько сами. Сами на себя? Ну, два, четыре, шесть. Бля, дурака. Не помню. Ну, это нормально, потому что ты не помнишь там. Нормально я тебе помню части своей работы. Как умер Лермонтов? А что ты, придурок, знаешь, вот эту часть своей работы, блин? Блядь, как? Тоже застрелили? Тоже застрелили? Кто не помнишь? Никогда. Не помню. Ну, ты тоже застрелили? Я с вами же в Африке. Тоже застрелили, в смысле тоже, блин. Тоже в дуэли, по-моему, как и Пушкина. Кого Достоевский поддержал? Я думал, как, типа, меня, блин. Типа, тоже застрелили, как меня. Помните, африканский лидер застрелил, блядь? Троцкого или... Чё, 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 чё? Стрелили как? Тоже в дуэли, по-моему, как и Пушкина. Кого Достоевский поддержал? Всё-таки Троцкого или Ленина? Достоевского, блядь, лет сто на миллиард. Да-да-да-да. Я бы, если бы я был... Ленину-то, Ленин, когда умер, ну, там, условно, типа, лет сто двадцать назад, Достоевский, хуй пойми, тогда ещё, блядь, колеса круглого не было, блядь. Честно, не знаю, но исходя из того, что писал... Вот это я знаю, ребят, вот, а вы говорите, я тупой, вот это я понял, ну, под ковырку вот эту. Достоевский, я бы на его месте поддержал бы, конечно, Троцкого. Никого не поддержал. Придурок. Умер в 1881 году. Всё, не знаю. Всё звёздочкой. Всё звёздочкой. Ну, придурок, блядь. Сто лет, да, Ленину? Ну, когда он умер, сто десять, типа, такого я помню. Понимаешь ли ты, почему к твоим словам вот этим про библиотеку или английский язык все цепляются? Потому что по-настоящему начитанные люди, они так никогда не стараются. 1924. Да ладно, сто лет назад ровно, блядь. Нихуя себе, ну ладно. Я много общалась с всякими людьми, по сравнению с которыми у меня интеллект просто... Ровно сто лет назад, блядь, пиздец. Это же вообще так недавно было. Ну, если так подумать, да? Это же реально так недавно, блядь. Кто-то ещё жив до сих пор, представляете, блядь? Креветки, да? А кажется, вот этот Ленин, вот эти времена, это же так прям, вот реально кажется, что это вообще другой мир. Ну, это и был другой мир. Ну, короче, вы поняли, как будто лет, ну, по ощущению, лет пятьсот назад, да, пиздец, блядь? По-настоящему большинство. Я помню, да, Ленин, конечно, нормальный чувак. Я никогда не буду говорить, я начитанный, я вот всё это выучил. То есть это люди, которые, наоборот, вот попробуют свою речь упростить, попробуют что-то объяснить просто. Ты знаешь, во-первых, потому что ты задаёшь этот вопрос, это означает, что тебе, видимо, важно на самом деле, какой я человек. Отсюда и, наверное, исходит сам ответ. В этом интервью не было сказано, что я супер начитанный. В этом интервью было сказано, это как ответ, что я делал в детстве. И самый главный ответ был, читал. И это не означает, что я супер начитанный, это не означает, что я интеллектуал. Хотя я считаю, конечно, что интеллект ничего общего с начитанностью не имеет, на мой сугубо сути. Но это правда, ну, я тоже так считаю. Взгляд. Я не говорил никогда ни в одном интервью, я не говорил, я супер интеллектуал или супер начитанный. Никогда. Тупые люди уверены, что они всегда правы. Тупые люди, всегда уверены, что они... Бля, эти тупые люди, бля, у меня аллергия на тупых, бля, сидит, сидит, бля. Не надо учиться, что они всё знают. Я каждый день понимаю, что, окей, тебе нужно вот это выучить, тебе нужно вот здесь ещё не дотягивать. Сидит, бля, сигарет. Вот эта тупизна вот эта, бля, шушера, бля. Этого ты не знаешь. И каждый раз происходит момент, ну, самопознание, ты знаешь, окей. Я вот заметил, вот эти прямоугольные очки на всех плохо влияют, когда надеваешь, сразу выёбываться начинаешь. Вот есть ещё один такой же придурок в прямоугольных очках. Но он, правда, их потерял, бля, ебалом трёс свои бы потерял, с десятого этажа они улетели. Бля, нужно ещё больше учиться. Обладал ли я невероятными интеллектуальными навыками? Да. Просто есть ощущение, что когда ты вот так это педалируешь, это как будто ты немножко пудришь людям мозги, чтобы они думали, что ты очень умный и много чего знаешь, и могли тебе довериться. То есть выглядит это так, что ты это делаешь не из-за своих там каких-то комплексов. Нет, нет, я вот про эти, которые полупрозрачные, которые поняли, оправы держатся на вот этих, блядь, на ручках. Не вот эти, которые тёмные очки, тёмные очки прямоугольной стили, а вот такие, как у этих придуроков. Живание детства, а ты как бы хочешь обмануть людей и выдать себя немножко не за того, кем ты... Ребят, вы просто педалируйте сейчас, вот что я хотел сказать. Такое мнение присутствует, это вообще частое явление, на мой счёт. Я думаю, наверное, в первую очередь физиономия и способ разговаривать, да, на этом нет. А физиономия что-то, симпатичный парень. Спасибо большое, но она не вызывает доверия у многих людей, я не знаю, это часто. Не знаю, у неё на лице написано «мошенник», блядь. Я бы серьёзно говорю, если он ко мне пришёл, блядь, предлагать бизнес, блядь, вот с таким ебалом, нахуй, честным, я бы хуй ему сказал, да иди ты нахуй отсюда, блядь. Часто такое говорят. Чисто ебло мошенника, разве нет, блядь? О, физиономия работает, блядь, как это хуйня называется. К твоему главному вопросу, что я пытаюсь запудрить мозги, ведь... С разведа что-то педалирует жёстко, блядь. Как себя ведёт человек и какой у него продукт, то есть эти две вещи никак не связаны. Физиогномика, блядь. Знаешь, прекрасно, что человек может быть абсолютно отшибленный на голову, но продукт у него может быть классный. Или он может быть невероятно, чуть ли не богом поцелованный, такой неженка-пайненька, но продукт... Блядь, я уже половину пропустил, он такой хуйню, вот прям вода, да, прям хуйню несёт, блядь, заткнись, блядь. Просто дерьмо. Поэтому нужно этот вопрос разделить на две части. За свой продукт, который я продаю, я отвечаю. У меня есть продукт, за который мне стыдно, но конкретно образовательный продукт, мне за него не стыдно, мы можем к нему чуть позже вернуться. Да, 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 мне есть цифры. Можем, ну мы можем, но если есть желание вернуть, конечно, я тебя выберет за это. Где, к моим словам, есть подтверждение. Да, возможно, я выгляжу эпатажно, разговариваю эпатажно, может быть, для кого-то я являюсь триггером. Это нормальное явление. Каждый из нас триггерится от людей, которые не такие, как все. У меня, допустим, тоже есть люди, которые триггерят, я смотрю, до 4, а потом внутри себя ловлю на мысль, а почему меня это триггерит? А кто тебя триггерит? Ну, если мы говорим из западных, вот, совсем. Вот меня, допустим, очень сильно триггерит пейт. Да, а что он пиздит? Он пиздец на него равнялся, он пиздец на него ссылался. Прямо меня постоянно сравнивают. Хотя я вообще не... Он сам себя с ним сравнивает, блядь. Я не вижу вообще ничего общего. Ты физиогномик, блядь, завали ебало свою, блядь. Запомни, бабки не лежат у тебя под ногами, но их всегда можно делать из воздуха. Все, что тебе нужно, это просто тратить час-два на поиск новых тем. Но потом я понимаю, что у меня триггерит ровно то, что он хочет. Рыба, селедка, блядь, кевларовые брейнджилеты, помни, это темы. Триггерилы. Это вот из самых, наверное, популярных. Час-два тратишь, час-два в день, блядь, и ничего не болит. А меня, допустим, иногда триггерит... Ну реально физиогномик, ебаный, блядь. Маск. Это всегда на краю. Но потом я понимаю, что то, что меня триггерит, это моя проблема. А триггерит, ну, тебе не нравится то, что он говорит? Не нравится иногда то, что он говорит. У меня там какая-то его политическая позиция иногда там не устраивает. Экономическая позиция его высказывания насчет других каких-то людей. То есть раньше, допустим, я очень сильно, когда я совсем был молодой, сначала, наверное, завидовал Тиману, потом восхищался всем, что он делает. Да, Тимати, восхищался. Блядь, что он сразу... Я не понимаю, Илон Маск, блядь, Эндрю... Ну ладно, Эндрю Тейт реально относительно к нему. Вот один в один, такое же уебище, блядь. Какой-то нахуй Илон Маск, Тиман, блядь. Тем, что он делает абсолютно... Мне тогда показалось, что... А, окей, вот, то есть можно делать хип-хоп и зарабатывать деньги, можно еще выглядеть классно и при этом... Типа остальные рэперы не классно выглядят. Может быть, делать какую-то там музыку и зарабатывать, в общем, и еще быть публичным при этом. Блядь, что? Блядь, можно, оказывается, делать музыку, хорошо выглядеть и, типа, быть публичным. Дурак это, типа, артист называется. Это, типа, все одна часть одной работы. Придурок, блядь. А мне показалось, что да. То есть вот... Хуйна, блядь. Ну, не примерное подражание, но то, что точно есть, знаешь, какое-то... Что ты несешь, блядь? Какое-то подтверждение, что так... Ебло, баранья, что ты несешь, блядь? Я нихуя понять не могу твоя мысль, блядь. И вот я уверен, что вот сейчас, вот в 35, скоро 36, я могу с уверенностью сказать, что меня больше никто не триггерит. Я... Блядь, ты только что сказал, что тебя триггерит Илон Маск, Тиман, блядь, Эндрю Тейт, блядь, ты придурок. Вот ты только что это сказал. Вот, блядь, секунду назад придурочный, блядь. Из-за русской... У нее кислород, бронежилет, кислород. Мнет, блядь, походу, он уже все, короче. Так точно. Да ебаный рот. Ребят, не совершайте моих ошибок. Блядь, да какая реклама? Ты меня заебала уже, блядь. Своими пылесосами ебаными, блядь. Пиздец, еще реклама, год идет, смотри, 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 я до сих пор мотаю, блядь. Это все еще реклама. Ха-ха, стоп, кадр смешной. По ссылочке в описании. Хуилочки. Ты говорил, что ты учишься у очень крутых профессоров. Блядь, они назад едут, а нет. Ты говорил, что ты учишься у крутых профессоров. Почему профессора вообще не привлекают внимания своих учеников? Потому что они ничего не достигли, они не яркие. Это плохие профессора. Классные профессора. Но их реально мало. Их реально мало. И те, которые достигли, они реально яркие. То есть я с несколькими профессорами там разговариваю, у некоторых там учусь. Они реально яркие. Некоторые, вот эти самые, знаете, вот эти, ребят, вот эти профессора. Те самые, если вы понимаете, о чем я. Те самые, да. Можешь дать какие-то конкретные имена Я не думаю, что они захотели Ну да, они не хотят того, что это те самые профессора Ну хоть одного человека можешь назвать Может к ним после этого тоже очередь пойдет Не пойдет, но они не хотят У меня есть три человека, у которых я обучаюсь Это секретный клуб профессоров, понимаете, о чем я? Все обеспеченные люди Это выглядит так, что ты говоришь какие-то большие слова А дальше вот, когда доходит до конкретики, не можешь подтвердить Я не хочу комплиментировать людей Им не понравится это, я не хочу этого делать Им не понравится О них никто не знает, блин Не публичные, профессора не публичные, блин Те самые профессора, знаете, вот эти все, блин Непубличные профессоры В каких институциях они работают? Они не работают уже в студиях Где работают? Ну, один, Джереми Это один из моих, наверное, я не буду говорить фамилию Андрюха? Вот есть один еще Андрей, блин И еще Дима, блин Моих, наверное, главных учителей Мы с ним познакомились на одной из конференций Он преподавал в MIT когда-то Но сейчас он бизнесмен Это, знаешь, одна из тех историков MIT, а MIB он преподавал, блядь? Люди в черном, которые MIB, блядь? Профессор является очень-очень хорошим бизнесменом Джереми Хан Хахн Блядь Вот мои профессора, знаете, Руслан Лисков Во многом, что касается финансовых составляющий И финансовых, наверное, рынков И понимания экономики Я обязан, наверное, ему А-а-а, понятно, бля Давай продумать Ну вот я ничего и говорил, да, вот о чем я и сказал Вы прикидите, я пошутил Он когда сказал Джереми, я начал шутить Андрей еще есть, там Петя есть, поняли, типа И он реально начал это говорить, поняли, типа Во многом То, что я пошутил, просто как шутка звучит Он реально сказал Я еще и в финансовых, наверное, рынках И понимании экономики Я обязан, наверное, ему Ну еще есть Руслан, бля Какой нахуй, Руслан, что ты нам рассказываешь Придурок А где Диларак, бля Давай продолжим тему поисковиков Бля, реально просто А у тебя есть наставники, да, конечно Джереми, Руслан, бля, Андрей Поисковиком мы разобрались Бля, какая шиза Бля, мне очень нравится Бля, у меня же слезы пошли, какая хуйня Экономических наук обещал удалить ору Ну я постараюсь, я не знаю, как это делается Но если мы зайдем вот прямо сейчас в поисковик Ютуба Первая же ссылка по твоему имени Будет долларовый балабол Орут на зарядке Пять миллионов просмотров на канале Рындыч У нас самая большая проблема во всех комментариях И во всех обзорах все говорят, я мошенник Это большая проблема И в чем не виноват У нас всех, бля, у всех нахуй большая проблема Че-че-че-че? И во всех обзорах все говорят, я мошенник Может я ни в чем не виноват Может быть А может быть и нет Тут, понимаешь, разбираться надо Ты можешь Вот все говорят, что я рыжий, ребят А может не рыжий Вот подумайте над этим Что тебя там зацепило С чем ты согласен А с чем ты категорически не согласен Хороший вопрос Буду говорить, что, наверное, честно Что я до конца ни разу не посмотрел Мне все скидывали, скидывали, скидывали Не верю Я клянусь Чтоб ты не посмотрел Там, где пять миллионов Я не смотрел Вот наверху вон жена Я не смотрю Причунись, жена Причунись, нахуй, жена Ты, говорит, смотрел Я не смотрел Но ты же по-любому смотрел Нет, отвечай Вон у меня жена, бля Здорово, бля Ребят, я вам серьезно говорю Я это Собчак Ну, вот, в интервью Собчак не смотрел Но я вам серьезно говорю Я не смотрел Вот телефон Бля, просто Бля, действительно пиздобол Бля, грибник, ебаный Это вот сразу видно Друг вот этого наркомана, бля Кудрявого, бля Я вам серьезно говорю Они все там хуярят, бля Честно, не смотрел Вот у меня, бля Снуп, бля Я вам серьезно говорю Не смотрел, бля Сидится, злится Выходите из себя И теряете все равно Бля, это просто в очах уедло Да, я буду теперь так всегда отвечать Вы меня будете спрашивать что-то Я говорю Отвечай, ребят Ну, вот, отвечай Такого не было Стойка для телефона Вот, посмотрите, бля Такого не было Я не хочу Но какие-то отдельные части поскидывали Вон, жена сидит Во-первых, развлекательный контент Выдается как оскорбление Мне это не очень понравилось Частями, конечно, очень смешно Контент Аруто практически полностью состоит из лакшери жизни Часы, 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 часы Тачки, 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 тачки Откуда он знает, что там оскорбление, если на это не смотрел? Интересно, бля Руль Ну, и, конечно, деньги и золото Он даже за стол не сядет, пока не будут разложены все его купюры Кстати, снова бутафорские Раз сидишь в бронежилете и признался про это Значит, уже как-то это переварил Во-первых, я не согласен, что я везде говорю, что я самый лучший Самый, но точно лучший рынок, чем, бля Я постоянно принимаю решение других людей Но привожу их к этому Не тупым путем, где О, сделай вот так, нет Стараюсь их подвести к правильному решению Это манипуляция Богатые люди почти все манипулируют Какую хуйню несет, боже Вот это вы поняли? Вообще, что он пытается додести? Ж бред, ебаный, реально бред, бля Претензии по поводу фальшивых денег И почему их называют фальшивыми Во-первых, это киношные деньги, а не фальшивые А, ну тогда вопрос снимается Ведь предъява была только в том, что они фальшивые А не то, что ты, бля И себя миллионер А, вот оно что Ребят, я вам отвечаю, это не фальшивые Вот, вот, бля Вот у меня Стримдек Вот, смотрите Не фальшивые, бля Я вам серьезно говорю Ты пойман за руку, как девшовка Я никогда их не выдавал Как доказательство своей дееспособности Финансового какого-то обогащения Я никогда не... По-моему, это и есть, бля Ты что, придурок, бля Бля, сними бронежилет У тебя кислород не поступает в голову Это это и есть, что ты сейчас сказал, бля Что ты сидишь такой, смотрите, какой я богатый Бля, вот мои деньги, бля Они не настоящие, ты придурок, бля Как это доказательство моего богатства Это были всегда... Бля, это доказательство твоего богатства, бля Разве нет... Чтобы забрать все эти автомобили... Придурок, бля, жец, бля, жец А что касается, почему я это сделал не с настоящими деньгами Самое первое объяснение, нахрена мне, конечно, миллион-два миллиона долларов Не знаю, ты сам... Мы тебя не просили, тебе не писали, когда я бро Сними, пожалуйста, с кучей денег тик-токи Ты сам это снял, бля Какой-то там тупой рэпер Соединенных Штатов Я не хожу с кашем, мне это не надо Ну, может, есть просто объяснение, что у тебя нету этих двух миллионов долларов? Ну, конечно, у меня их нет, но у меня есть деньги И я не знаю... Ни одного нормального человека, который везде ходит с двумя миллионами долларов в кашу Зачем? Нет, ну я не знаю... Ну, а ты ходишь? Ты, бля, ты ролики с него, интересно, бля Человека нормального, который будет показывать Вон, у меня есть деньги То есть, есть же другие способы Рындыч показал его сообщение, где он говорит, что он смотрел, ему понравилось, понятно Веселый ролик Он не смотрел, ребят, вот серьезно Он вам клянется, что такого не было Вот телефон, бля Он не смотрел У меня жена сидит, бля Развлекательные, музыкальные Нет, ну давай, я же посмотрела все эти ролики И они, может быть, и веселые, и развлекательные кому-то Я вот напомню А вот он говорит, я же не тупой рэпер из Америки Это тот, которому он пытается там подлизаться Вот с Дрейком, да Он говорит, я шампанское с Дрейком пил, с Трэйвис Коттом Там что-то в дес наебался Это вот эти твои друзья, которые ты называешь друзьями, да Тупые, да, это вот они тупые, бро Это они тупые Просто Дрейк тоже любит, ну, деньгами по флексе, типа, но настоящими, бля Это они тупые, оказывается, понятно Они всегда с одним посылом Я богатый, охуенный чуваш Ты это так воспринимаешь? Это подожди, это же так воспринимаю, потому что ты так пытаешься это показать Вот он с Дрейком пил Астох и не пил, блядь, не канон Как мы воспринимаем, как человек подает, часто бывают разные вещи Это наша ответственность, как мы воспринимаем Ролики Эдельман, как человека, который хочет показать, что у него дохера бабла А твои воспринимаются так, потому что там бабло Какая нахуй Эдельман, кто это, блядь? Там такой вид красавчика, который купается в деньгах И типа, будьте как я, вот посмотрите, как я Ну, я считаю, хороший пример для подражания Илон Маск, классный же пример для подражания Джобс или там Абрамович для кого-то Джобс, как? Кто такой в Джобс? Роман Аркадьевич будет сидеть, сыпать деньгами и говорить Вот я из детского дома, я добился всего А это же правда, он правда из детского дома О, ебать, у меня соплеща вышло Это сильная хуйня была Со всего, достойно уважения Но он не будет с чемоданом, что настоящих денег, что ненастоящих сидеть Он что-нибудь расскажет о себе Мотивационную речь какую-нибудь даже может сказать Хотя Роман Аркадьевич не будет Почему вот не таким путем? Спасибо тебе большое, что ты меня сравнила, во-первых, с мультимиллиардерами Конечно, но ты тоже миллиардер был Очень мне стиль, спасибо тебе большое Я считаю, что я когда-то не дорос до того, чтобы понять, что не нужно покупать дипломы Я думаю, что пройдет когда-то время Я посмотрю на все эти ролики и скажу Ты лбаеб, зачем? Но это был прошлый ты, бро Да ну сейчас уже пришло Может быть, я не спорю, мы все взрослели Может быть, не нужно было эти ролики делать Но тогда это показалось веселым Про африканского лидера было в самом начале уже Кольным, интересным и уж точно тем, что наберет просмотры А точно не тем, что, честно, не было никакой вообще цели показать, что у меня есть деньги У меня достаточно доказательств того, что у меня есть деньги А если кому-то хочется фактических доказательств Так живите сами с собой Не нужно лезть вообще в чужой карман Хорошо, помимо рындача есть еще канал NoCap Который сделали прям за парень О, нихуя себе, бля, NoCap, поздравляю, бля Нихуя себе, Собчак, NoCap упомянуло Бля, ну это наш слоник, нихуя горжусь, еба Все, он сейчас известный, пиздец Делали серьезное журналистское расследование Прикиньте, бля, я вам серьезно говорю Чувак, вообще у него просмотров не было вот совсем недавно По поводу всех вот твоих, значит, бизнесов и так далее Ну поздравляю, поздравляю, чувак Бля, нихуя себе, победа, бля Скажи мне, а зачем ты с ними связался И даже приглашал их на встречу Я с ними связался, он мне написал После выхода ролика мне удалось поговорить с Рутом в чате его академии Но, к сожалению, он повел себя некрасиво Начал оскорблять и звать в Дубае А Рутюм, мы живем в современном мире Мы можем созвониться или провести стрель И интересно поговорить Как и то Зассал, бля Говорит, мне в лицо это никто не скажет Он его звал, говорит, давай с тобой, ну, типа Поговорим с глазу на глаз, блин На нейтральной территории Он его заблочил, испугался В чате его академии проходят репрессии Под них попадают все те, кто не восхваляет Арутика Ты можешь показать сообщение? Потому что он показывает Это почему важно, я скажу Потому что он показывает переписку К сожалению, я удалил чат Да, это уже звучит как мух Да я отвечаю, я удалил Вон жена сидит у меня Я реально удалил, бля Пиздеж Зачем мне самому писать? Наверное, все-таки ему придется когда-нибудь извиняться Ну, то есть ты ему, типа, написал Я ему не писал Он написал Он написал, мой контакт открытый Он находится в чате академии То есть мне написать легко Он написал Ну, то есть купить приватку Купить доступ в академию Тогда ты увидишь, ага Трим И когда он уже третий сделал, по-моему, разбор Я сказал, ладно, хорошо Если хочешь так поговорить Давай, я тебе куплю билет в Дубай Прилетай, мы здесь с тобой поговорим А зачем покупать ему билет в Дубай? Потому что он нищий В сказочном Я орута Все было по-другому Я ему написал Он меня заблочил И поэтому я сделал видео В воздухе переобувания Хоть бы пост удалил, где пишут Да он засал, короче Я всерьез говорю, засал То онлайн при всех поставишь нас на место Да, да, я, говорит, тому пизды дам, тому, а потом про меня, я вам напомню, что орут, вот этот чмоня ебаный лох, блядь, пожизнел, чмоня нахуй, сидел еще про меня, сторисы снимал, короче, он, получается, напиздел на Ноукэпа, да, называл его чертом и так далее, когда Ноукэп сказал, что за базар ответишь, ну так, если вкратце, да, он его заблокировал, испугался, а потом, когда я с Никитой Ефремовым ругался, помните, да, Я сказал, что я Никите Ефремову, если это паль, я ему в рот носу, помните мои такие слова, он начал сторисы снимать, типа, ну, мое имя не упоминал, короче, типа, ой, меня бесят вот эти люди, которые вот на Никите Ефремова пиздят, говорят, что они ему в рот носут, а вы в жизни, бля, вывезете, прикиньте, да, мне, нахуй, а вы в жизни за базар-то, нахуй, вы же по-любому, ну, на улице, прям так и говорил, вы же на улице, типа, не вывезете за свой базар, блядь, ты кто, нахуй, ты че, ебаный, чмоня, ебаный, Да я тебе на су, народ, придурок, так же, я так и написал у себя в этом, в телеграм-канале, бро, я тебе тоже на рот носу, ну, приедь, дай мне пизды, че ты там, блядь, улица, не улица, придурок, блядь, Сука, сидит с коктейлем, блядь, придурок, да, вот просто, просто какое чмо, ебаный, такими вещами оперирует, о которых даже, ну, смысл их даже не понимает, придурок, ебаный Слушай, приезжай в Дубай, будем разговаривать, ой, блядь, ну, это, естественно, все, ребят, в ГТА-РП, блядь, вот эта вся хуйня в ГТА-РП, блядь, я в Дубай, с тобой ничего не случится, я тебе гарантирую безопасность, А то уже, слушай, это уже, если мне кто-то напишет, приезжай, с тобой ничего не случится, я уже буду думать, а почему со мной должно что-то случиться, это звучит так себе, это стрёмно звучит, А что тебя там так задело, я посмотрел внимательно этот выпуск, мне не понравилось, что он начал задевать семью, я вообще не знаю, но давай так, он по отношению Но он не в Казахстане, он, по-моему, в России, где-то в глубинке, ну, ну, типа, знаете, там, где-то в Сибири, типа, ну, короче, город какой-то, сказать, ну, вы поняли, короче, где-то там, в Сибири, он не в Казахстане, он предлагал, ноу-кэп, этому придурку, очкошнику, предлагал в Казахстане увидеться, поняли, чтобы ему не лететь в Дубай, он предлагал нейтральную территорию, чтобы они оба в Казахстане были В семье я специально несколько раз посмотрела эти моменты, он даже сам специально дает дисклеймер, вот когда про твою маму какие-то оскорбления, он говорит, я это не одобряю, я считаю, что это за гранью, что так про него писали в комментариях, он довольно тактичный Это было неправда, потому что он сам ей написал, и из-за него мама начала неначать, потому что мама была... А что он ей написал, привет, там, ну, оскорблять уж не буду, просто так, типа, но он ей оскорбление писал, или чтобы что-то выяснить, ты придурок ебаный Знаете, что происходит? И он ей начал говорить, вашему сыну просто нельзя прилетать в Москву из-за вещей, которые он говорил, каких, блядь, вещей, куда мне нельзя... Покажи переписку, бро, да ты покажи эту переписку, сейчас почитаем, бро Летать? Это очень хороший вопрос Или мы тебе поверим, вон у меня жена сидит, блядь Ты стараешься подавать в суд, и считаешь ли ты это расследование клеветой и ложью? Я считаю, что так делать было нельзя, и он перешел рамки Как ты считаешь, на какие деньги можно летать на частных самолетах? Это сейчас не понт, это просто элементарная математика Думаю, ты летал, и ты знаешь, сколько стоит в одну сторону хотя бы частный самолет Ну, 15к евро примерно стоит 70-80 евро Если небольшие, он пиздит там Ну, 15к, вот до Турции 15-20, хотя сейчас, может, курс подскочит Ну, допустим, 25к максимум, мне кажется, вот до Турции примерно долететь Как можно постоянно летать на частных самолетах, ездить на спорткарах, покупать себе какую-то, я не знаю... Не своих спорткарах, которые ему не принадлежат, блядь Другие часы, жить в Дубае... Ты летал, к сожалению, нет, я бы хотел, конечно, блядь, как Шушера Потому что жить в Дубае, у меня здесь двое детей Тебя обвиняют не в том, что ты нищеброд и, как бы, живешь в Бутово... Да-да, кстати, ты реально, блядь, ты... Он реально тему так уводит, типа, а я богат, все равно, я богатый, блядь Я в меня в этом обвиняют, как раз таки Ну, а я являюсь, что ты слишком преувеличиваешь свой уровень дохода, он, безусловно, какой-то есть Вопрос какой, понимаешь? Давай вернемся к истокам этого вопроса Вот, давай вернемся к истокам этого вопроса Этот вопрос и сомнения идут от человека, который занимается развозкой продуктов на грузовой машине Представь, что я буду оценивать твой труд как журналист Я считаю, ты великолепный журналист Но представь, что я бы его оценивал А взял бы вот, сел бы вот так напротив и сказал Ну, вообще-то, Ксения Анатольевна, так себе журналист, подняла я за счет отца Представь, как бы ты на меня отреагировала? Она не поднялась за счет отца, это же факт, факт Ну, типа, конечно, ее фамилия дала ей много открытых дверей, так скажем Но там труд ее был, по идее, ну, по большей части Но ты же бы имел право на такое мнение Любой человек имеет право сказать, а мне просто не нравится Мы все родились с правом говорить все, что угодно Но нужно понимать, что все же к чему-то приводит, к последствиям Человек, который делал обзор, он занимается развозом продуктов Еще раз Вот этот ваш гражданин, которого вы упомянули Тех зрителей хочу Вся работа, любая работа, это охуенно Не западло работать вообще Сейчас вопрос не про то, у кого какая работа Но как ты считаешь, ценно ли осуждение человека Который развозит продукты Является 20-летним парнем, который развозит продукты Где-то в Казахстане Является ли его мнение обо мне, как инвесторе и бизнесмене И о качестве моего бизнеса ценно Да, Линя? Смотри, с точки зрения Он был инвестором Типа надо быть очень крутым Ты скажи, хорошо, ты лучше скажи На каком надо быть уровне Чтобы можно было тебя критиковать Ты не говори, что вот это все шушера ебаная Вот это мне не имеет права критиковать Мы поняли Это сброд Вот этот обслуживающий персонал Блядь Да, вот Кто работает там в Макдональдсе Развозит там еду Фу, да вы же Ну вы реально Вы крестьяне, запомните Блядь Вы права не имеете вообще На крутых людей Открывать рот А ты скажи, кто имеет Просто, чтобы понять Вот я уже имею Я не развожу продукты Да, допустим Я вот Ну вот Там музыку пишу Да, вся хуйня Ну побогаче, так скажем Людей, которые разводят Я уже могу пиздеть Или еще нет Какой уровень должен быть Блядь Безусловно нет Но как журналистское расследование Я тебе могу сказать Что это сделано Бодро И довольно Ну как сказать Человек погрузился в тему Да, вообще Он раскопал пиздец Пиздец раскопал Подожди Это ценное мнение Это ценное мнение Ну смотри, журналист Может быть очень бедным человеком Это мнение человека Нет, не могу пиздеть Бля, ребят А я реально хотел пиздеть Я вам отвечаю Ребят, клянусь Хотел, вот у меня жена сидит Блядь Я вам отвечаю Хотел напиздеть Ездит и развозит продукты Ну ладно Ну хорошо, давай по простой Я вам отвечаю Хотел, вот жена сидит Вернемся в прошлое У тебя небогатая семья Ты из Ташкента Тебе тяжело У тебя тяжелая жизнь Ты воспитываешься на улице Начинаешь воровать телефоны Продаешь эти ворованные телефоны Что-то по чуть-чуть Ну обычная молодость Да это его Обычная молодость Да это его рассказы Где он там воровал Его на бутыль Или сразу же Знаешь, как я понимаю Покупать кроссовки в одном месте Выдаешь их Выдаешь их не за те Что за 8 долларов А за 25 Как будто они американские Стой, стой, стой Они американские Просто я их продавал за 20 И что значит Ты сейчас вырываешь из контекста слова Я ни за что их не выдавал Я их продавал за 20 Они говорили американские Я говорил, да Это правда, американские кроссовки Ну, то есть ты Из одного места покупал за 8 В другом Барыжил Да, барышил Это честный труд? Ну, это спекуляция Ну, да Она, наверное, не против закона Это спекулянты Этим занимались Дальше Ты ходишь на бокс Вырубаешь всех По собственному признанию С одного удара Секундочку Если у меня есть желание Я могу ему ебало сломать В раз-два Да, да, да Но если я пойму Что вот реально Сейчас я получу поебало Я, конечно, заблокирую человека Типа в телеграме Ну, очково Ну, тут, конечно, да Очково, короче Ну, а так я реально С удовольствием, блин У меня жена сидит Я не вру, блин У него есть вопросы Я этим занимаюсь, блин С пятнадцатым На улице еще ни разу не было Чтобы кто-то не падал С первого раза Это цитата Это моя цитата Типа детей бил, короче Я не поддерживаю такое Вот с первого раза Кто упадет с первого раза, блин С первого раза Нихуя, я разговариваю Только потому, что я ходил на бокс Это потому, что улица такая была И те, кто выросли на бокс Улица несет себе боль И разочарование Минутка страха Минута отчаяния Кто-то че-то там Такова судьба Те знают, что всегда первый Бьет самый маленький Потому, что от маленького Этого ждут меньше всего Ребят, запомните Законы улиц, блин Что ж вы хуйню какую-то не сет, блин А дальше начинается Самый маленький Я же говорю Ты детей бил, что ли? Я не понял, блин Я не понял В смысле бьет первый самый маленький Он реально с детьми дрался, блин Я не поддерживаю это максимально, блин Ребят, я клянусь Я это не поддерживаю Вон у меня жена сидит, блин Я отвечаю Я не поддерживаю эту хуйню как-то маленьких бьет, блядь. Всех с первого удара, как Джан Клот Вангал. Он реально, он, блядь, он сейчас прямым текстом, блядь, он сказал, что он бьет маленьких. Блядь, это уже не первые начинают, смотрите. Потому что я ходил на... Это потому что улица такая была. Типа маленькая улица, смотрите. Те, кто выросли на улице, те знают, что всегда первый бьет самый маленький. Потому что от маленького этого ждут меньше всего. Поняли? И поэтому они с первого удара падают. Маленькие, блядь. Маленькие, дети, ты что, придурок, блядь. А дальше начинается... Нет, Джарахов не зашквардал, ладно. А дальше начинается... С первого удара, как Джан Клот Ван Дам. Дальше толпа на толпаж. Джан Клот Ван Дам бил ногами. Хорошо, извини, видишь, я не в теме. Но дальше самое интересное. Ты едешь в мой родной Санкт-Петербург. Ногами только чертей бьют, придурок, ебаный. Ты перепродаешь там айфоны, купленные в Америке. Но тебя подставляет Почта России. Распознала такую нишу, как айфоны. Потому что ценник был очень здоровый. Такая ниша, как айфоны, поняли? Это он, походу, час-два в день занимался... Ну, час-два в день занимался, короче, новыми темами. Нашел такую тему, неизвестную никому, как айфоны. Он уже не отбирал кого-то, да? Уже не отбирал, конечно, уже не отбирал. Я начал завозить их в Питер. Маржа была почти 70-80%. Я сливал их вот так просто. На раз-два. Почта России меня жестко, конечно, подставила. Жестко поставила, блядь, налоги не платил пошли. Не ошибаюсь, почти на 900 тысяч рублей, на 800 тысяч рублей. Скажи мне, 900 тысяч рублей. Такая ниша, как Хуавейт. Я нашел такую нишу, как Хуавей, блядь. На какой год новый айфон вышел? Redmi Note 8 вам о чем-нибудь говорит? Такая ниша, как Redmi. 31 рубль за доллар. 31 рубль за доллар. Сколько же там было айфонов на 900 тысяч рублей? Да, это пиздец вообще. Курс действительно был 3137. И айфон тогда стоил 199 долларов. Ты понимаешь, вот делая элементарную... Бля, вот время было, сука. Медику мы понимаем, что у тебя должно было быть даже по твоей цене, ну, минимум, там, 100 айфонов в посылке. Пиздец, блядь. Это был микс между айпадами и айфонами. А, ну тогда ладно, тогда прощаю, блядь. Через 6 месяцев... Микс между пиздежом и нормальной... Ну, потому что он занимался... Это было не 100 айфонов, во-первых. Это... И мне было уже 21 к этому моменту. У меня уже были деньги. Я тогда еще и работал на постоянной работе. И я был не один. То есть там же еще и... И, во-первых, я же никогда не говорил, что это все на свои деньги. Был момент, что там часть денег вообще-то клиентских была. Ну, я это и сказал. Вот, да. Подожди, что она говорит? Она ведет к тому, что... Он за эти... Блядь, он тупой, короче, блядь. Она ведет к тому, что он должен был оплатить налог, блядь. Столько телефонов, столько товаров нельзя ввозить в Россию почтой, блядь. Ну, это, блядь, в любую страну этот налог надо платить. А он такой, ну я же не один. Я же еще работал и еще клиентские деньги. С чего нахуй? Он вообще тупой. Он не понимает вообще смысл, блядь. А, нет, заплатил за айфоны. Ты понимаешь, какого размера должна быть посылка? Это была посылка. Посылка была разбита. Прямо они все потеряли твои посылки. Они не потеряли, они отдали. Просто не отдали. По закону от 93-го года ты вообще мог ввести на тот момент максимум 4 айфона. 900 тысяч рублей, но это точно сумма в разы превышающая. Пиздец. Тебя кто-то крышевал, потому что невозможно провести через границу. Люди сразу понимали, что у тебя какой-то бизнес. Имя пацана, который всем этим занимался, конечно, называть не буду. Который помогал все-таки. А, да, у меня есть очень серьезные люди, блядь. То есть была какая-то... Ну, конечно же, не я просто подходил в Почту России. Очень серьезный человек вошел в долю по айфонам. Там айфоновская тема. Вот мои 40 айфонов с айпадами смешано. Пожалуйста, отдайте. Ну, конечно, это не так же не работает. Никто же не вникал в историю всю, понимаешь? Можно сказать, не надо говорить имя, кто тебя крышевал. Какое ведомство кажется? У нас было 4 человека, кто всем этим занимался. Кто-то отвечал за клиентов. Кто-то отвечал за то, чтобы разговаривать с Почтой России. Ну, так случилось. Ебать, отдельный человек, чтобы разговаривать с Почтой России. У вас, пиздец, походу, денег было. Нахуя отдельного человека, который... Не, понимаю. Отдельно по связи с клиентами, другая административка. Ну, административка, вы поняли. Все, что связано с документами, с посылками. Доехать, приехать, упаковать. Вот эта вся хуйня. Вот он был и... Одна посылка. То есть, ну, вот так вот. Человек, который разговаривает с Почтой России. Бля, хуйня. Какая у тебя профессия, я разговариваю с Почтой России? Слышь, не отдали посылку. Потому что нашли. Обычно мы их прятали. То есть, отдельно шли коробки. Потом отдельно шли айфоны. Все это собиралось. Но вот в какой-то момент не сработало. Признавайтесь, ребят, у кого работа, разговаривали со Сдеком. Момент, ты идешь с Почтой России примерно, не получив эти посылки, где сто айфонов в коробках лежат. И тебя ловит за руку продюсер. Да, да, да. Перец на улице. На улице. И говорит, занимайся. Прям на Петроградске. Выходит шоу... Бля, прикиньте, если Собчак связалась с этим продюсером. Вот это был бы разъем. Пожалуйста. Бля, ну я надеюсь, такая подготовка будет. Это будет разъем. Он реально говорил, что... Ну сейчас. Мама в законе. Так у меня повторяется. Арутюна. Единственный, кто за Татьяну Попу и за Арутюна. Да, но это всего три месяца. Я как раз тот самый был период, когда я подумал, ладно, попробую вот это. Потому что меня цепанули на улице просто продюсеры. Я пошел по улице, да. Я говорю, слушай, идем там типа на кастинг. Естественно, так и бывает. Арут, а ты в курсе, что я была ведущей Дома-2? Да, конечно. Ты знаешь, что я работала там много лет, и я примерно знаю, что такое кастинг на подобные шоу. Ну, как бы... Да, но было бы круче, если бы она... Ну мы понимаем, что он пиздит. Но было бы охуенно, если бы она нашла того продюсера, который был в то время, и спросил бы у него лично, как подбирались бы люди. Бля, был бы охуенно. Ты знаешь, это пиздец. У тебя толпа людей. Да, да. Много туров. Это был Дома-2. Слушай, на самом деле, да. Но это было еще хуже. Это телеканал перед. Это было недавно. То есть там было 40 человек. Половина каких-то вообще алкашей там было, чуваков, которые там с Ягуаром стояли. То есть это была дичь. Я не спорю. Всегда на такие шоу очень сложно. Но Ягуар реально тогда был дичь, ребята. Ты стоишь под вопрос, является ли моя история жизни особенной? Если этот вопрос, я считаю, что она особенная. И очень много событий в моей жизни, которые происходили, совершенно сказали... Вот ты говоришь, я пишу, так я просто особенный. Способом. Ну, кстати, нет. Ты серьезно, вот что ты реально особенный? И тут я в это тоже верю. Нас это объединяет. Я тоже хотела тебе, знаешь, сказать, что я... Поэтому, наверное, я оказалась здесь, потому что я тоже особенный человек, как мне кажется. Сколько процентов? Вот. Хотела поделиться с тобой там историей, которую я раньше никогда не рассказывала. Но тебе хочу рассказать. Дело в том, что когда я была молодая, моя мама очень хотела, чтобы... Ой, когда это было-то ужас. ...вышла замуж за очень богатого человека. Ну, надо сказать, он мне не очень нравился. Вот. Я не удивлен. Узнает твой характер. И он был... Чего, блядь? Ну, надо сказать, он мне не очень нравился. Очень хотела, чтобы я вышла замуж за очень богатого человека. А, я вышла. Я думал, у меня мама вышла замуж, поняли, за очень богатого человека. И он такой, я не удивлен. Типа, мама оскорбила. Ну, надо сказать, он мне не очень нравился. Я не удивлен. Узнает твой характер. И он был сыном какого-то, по-моему, металлургического или литейного магната. Ну и, в общем, моя мама, которая очень хотела этого брака, она поехала на лайнер вместе со мной, пригласив ту семью. И мы отправились как бы с ним в путешествие, где он должен был мне сделать предложение. Ну, он был... Я перебью, да, я помню, ей вообще 15 лет было, по-моему. Что такое? Может быть, я вру? Я где-то в видосе каком-то, Даны давно слышал эту историю. И, короче, Собчак тогда был 15 лет. Что-то такое хуйня. Такой, на мой взгляд, человек злой, не очень приятный, но я понимала, что у меня нет другого выхода. И это был роскошный, невероятный лайнер, очень красивое, потрясающее путешествие. Он подарил мне колье невероятной красоты, огромный голубой камень. Понимаешь, в какой-то момент я... Ну, что-то было такое, короче, или я напиздел? Ну, что-то были такие истории. Ночью вышла броситься в океан, потому что я понимала, что... А, все, я допер, блядь! И когда я шла на эту палу... Все, я допер. Просто была история, реально что-то там... Ну, то, что я сейчас сказал. Все, я допер, блядь, что она рассказывает, да, я понял, блядь, нихуя себе. Растюгивая корсет, я не знаю, почему я была в корсете. Все, я допер. Получилось. И встретился молодой художник. Очень красивый, но бедный. Все, я допер, да. И это была любовь с героями. Он когда сбросится, все, я допер, да, чего она, Титаник, да? Блядь. Ты знаешь, у меня сейчас 42, у меня есть муж, у меня ребенок. Блядь, вообще неплохой троллинг, я вам отвечаю, блядь. Ты не знаешь, ты это слышишь, но я до сих пор помню, как запотевали стекла, когда мы занимались льду в ее машинном отделении. Блядь, ты знаешь, это был лучший секс в моей жизни. Потом, потом лайнер опыкнулся на айсберг. Он спас меня. Я была на льдине. Перестань. Она еще говорит, что она плохая актриса. Не знаю, почему ты смеешься, но... Потому что это очень сильно похоже на Титаник. Нет. Бля, надо было до айсберг. Бля, вот если бы она вот реально остановилась бы вовремя, знаете, на... Про запотевшие окна не говорила про айсберг уже, чтобы на жир не переходило. Вот это было бы охуенно, если бы он... Ну, мне кажется, он не допер, короче. Если бы вот про айсберг она бы не сказала, блядь. Вот, блядь. И вот остановилась бы, мне кажется, он бы не понял, нахуй. Это же история. Он бы понял... Видите, он понял, что его троллит, короче. Но не понял, в какой... Твоих бы не жилетов. Ну, у тебя такие, сука, все истории. Такая же необычная. Кто тебя за руку хватает на улице и ведут на кастинг. Кто в тебя... Ну, у него была история, реально, что ее хотели... Блядь, ну, вроде бы, чуваки. Вот то, что я сказал, это, по-моему, не хуйня. Что там, типа, ей лет 15 было, ее хотели замуж выдать, ее, короче. Что-то такая хуйня была, блядь. Стреляют, понимаешь? Ну, это мы уже разобрали. Ну, у тебя так все. Ты понимаешь, у тебя вся жизнь, такое ощущение, что ты реально прочитал книжки. Все читал. И ты так пересказываешь людям истории. Ну, тогда интересно, как будет дальше. Пускай следят. Возвращаясь все-таки к шоу. А как ты маму свою говорила? Семья Арута вызвала у всех двойственные чувства. С одной стороны, спокойно Арут. С другой стороны, импульсивная мама. Ну, да, там вообще трэш, блядь. Вот там реально, вот, можете посмотреть, уже в интернете это все хуйню слили, там, пиздец, трэш, блядь. Твои нравы. Там про кружку был, прикол, пиздец. Она орала, короче, на него, чтобы он ей купил отдельную кружку, потому что она только со своей будет пить. Там, короче, очень прикол, блядь. В первую очередь, наверное, нужно сказать, что это была самая большая ошибка в моей жизни, привезти туда маму. Во-вторых, я вообще пришел домой и сказал, представляешь, вот такая вот история, говорю, ну, там что-то с мамами надо. Я говорю, поэтому, наверное, не вариант, там такая, в смысле, давай. Я такой, в смысле, давай. Ну, и вот так. Она сама захотела, ей самой больше всего это нравилось. А, ну, то есть она не... Да вот моя жена сидит, я не вру, блядь, поехали. Надо было уговорить. Да, она там... Вот моя мама сидит, я не вру, блядь. Тех, кайхала, конечно. Она была супер яркая там, кстати, это правда. Самая большая ошибка, которую я сделал, наверное, в тот момент, что привел маму. Тебе твоя супруга уже предлагает такой необычный шаг, переехать в Дубай. Как бы следующий шаг в твоей карьере. Почему ты согласился, как принималось это решение? Это был, наверное, тот период, когда я был полностью разбит. Я приехал из большого города. Какой фон? Полностью понимаешь, что медиа вообще не мое, и это все кошмар, и я больше ничего из этого не хочу. Хочу уже как-то по-другому. А по-другому вообще никак не получалось. Тогда закончились еще мои отношения, уже как несколько месяцев, наверное, 8 месяцев, тяжелейшие отношения в 4 года, расход. И я очень тяжело отпускал человека, и без понимания вообще, куда двигаться, как быть полностью разбитых прострацией, она меня нашла. И собрала полностью кучу. Да не бил он детей, вон ребенок сидит, ребят, у него. Вон ребенок сидит, отвечаю, он не бил. Знал, чего хочу, она мне показала. На улице 10 с одного раза падали. И я согласился полностью, потому что я сам тогда не знал, чего хочу, куда идти и как идти. Но я знаю, что на тот момент ты комплексовал, потому что она зарабатывала больше, чем ты. Она зарабатывала больше, чем я. Она уже жила в Дубае, она была в маркетинговом агентстве, работала, зарабатывала больше. Так, знаете, вот он говорит, 4 года, это типа у него, он в 4, или у него женщине было 4 года, когда он расстался, интересно. Я и... так что мне оставалось? Мне нужно было либо пойти на этот шанс и рискнуть, либо нет, и когда я позвонил маме и сказал, «Мам, я хочу уехать в Дубай, и у меня там едва ли хватает на билет». Она сказала, что ты переживаешь? Я переживаю, что у меня с собой почти нет денег. И она меня осудит. Она говорит, ну, задала простой вопрос. Ты ее любишь? Я говорю, да, ты думаешь, что она тебя любит? Я говорю, да. Она говорит, если не любит, осудит. Уйдешь куда-нибудь, найдешь сразу работу, ты не пропадешь. А если любит, никто тебя не осудит, и ты добьешься всего, чего ты хочешь. Я приехал, через неделю я уже вышел на работу. Ты вышел на работу в Ральф Лорн, насколько я понимаю, продавцом-консультантом. Как через неделю это возможно без рабочей визы, насколько я знаю? Рабочую визу делает компания. Если тебя берут на работу, тебе делают рабочую визу. Сколько ты проработал продавцом? Ну, ответки все готовы. Вы посмотрите, он прям держался, он прям, сука, на все ответы подготовил. Подпольное. Смотрите, как он неестественно отвечает, прям прикольно, сука. Но реально, если так вот так приглядеться, вы заметите. Как через неделю это... Смотрите, какая круто отвечает моментально, прям заготовочка, чекайте. Можно без рабочей визы, насколько я знаю, здесь... Рабочую визу делает компания. Рабочую визу делает, все, готовый, да, ответ. Но реально, чувствуете эту хуйню, блин? Если тебя берут на работу, тебе делают рабочую визу. Да-да-да, это прям заготовка была, точно. Проработал продавцом. Три месяца. Подпольное казино. Еще один такой неочевидный скачок в твоей жизни. Как это произошло? Я так понимаю, что ты устроился к какому-то мужику, у которого было вот это подпольное казино. Ты чуть-чуть поработал, и потом забрал его клиентов, и открыл свое собственное подпольное казино. Вот скажи мне, это как еще? Я так понимаю, потом ты открыл еще несколько казино. Ну да. Ну мне сложно представить, что в государстве, где довольно жил, какие-то законы на эту тему. Смотри, тут видишь, такой вопрос. Вот это вот та самая точка, в которой я не хочу это обсуждать. Я могу с тобой привыкнуть на камерах это все отсудить. Вот здесь мы заканчиваем съемку, блин. Хочу отсюда уезжать. Окей, хорошо. Но ты просто об этом говоришь в каждом интервью. Ты в курсе, то есть, ты корпусом. Да, кстати, реально, сука, реально, в каждом интервью рассказывать про свою казино. Конечно, конечно, я посмотрела, специально я тоже удивилась, но у тебя десятки интервью, которые все время об этом говоришь. Зачем ты тогда об этом говоришь? Просто это было 10 лет назад, но при последних обстоятельствах было понятно, что уже об этом лучше не говорить. Не хочу. Хорошо. Вот тогда общий вопрос. Мне просто кажется, что это же очень тяжелый бизнес с точки зрения того, что еще в такой зоне. А как это? Ну, понимаешь, это же очень... Ну, как тогда так, как наркотики. Или как любая в любой стране. Это тема, которая... Ну, это, конечно, не такое, как наркотики. Конечно, наркотики это невероятно тяжелое. Или какая-то... Большое, еще хуже. Лудомания вообще невероятно легко, братан. Вещи, которые вне закона, они всегда связаны с большими мафиозными структурами. Они связаны с большим... Сто процентов, конечно. Часто стресс. Если... А, вот оно что, блин. Как... Просто, видимо, череда моей жизни. Ну, события моей жизни, где я постоянно оказываюсь в правильном месте и в правильное время. Но почему, если ты спросишь, это та же самая причина, по которой ты всегда хотела доказать, ты сама всегда хотела доказать, что ты не являешься папиной дочкой и сама из себя представляешь человека. В данном случае у меня был влиятельный тесть. Не богатый, а просто влиятельный. О, сам заговорил про это. Мне нужно было доказать, который на меня смотрел вот так. Ну, типа, окей, посмотрим, что он из себя представляет. И мной двигало в первую очередь именно это, что я хотел показать. И тогда я хотел всем доказать, себе в первую очередь, что я из себя что-то представляю, что мне... Ты стал мошенником, здорово, бля. Хрена, ни от кого не надо. И я сделаю все лучше, выше, быстрее, сильнее. Ну, ты не боялся, что тесть еще больше расстроится, если будет понимать, что это какой-то криминал? Этот тесть нет. Если исследовать вот историю твоей жизни... Вы поняли, да, это хуйню, что он, типа, и не против. Ну, я напоминаю, вот у его бывшей жены отец, значит, ресторатор очень известный, типа, он в ресторанами владеет, короче, ну, такой очень влиятельный человек в этом бизнесе. И он сейчас говорит то, что он, типа, не против, ну, поливачить, если вы понимаете, о чем я. И-то вспышками идут вот эти странные бизнесы, не связанные между собой. И если спросить, знаешь, как... Ну, это какой-то узбекский лор пошел, да-да-да. На IQ там. Что общего между океан, стакан воды? Кевларовый лор лучше, кевларовый. Кевлар, бля, лучше не кевларовый, потому что сложно произносить лично мне. И кран, да. Надо придумать какой-то, как этот лор на завелку. Что объединяет все эти твои бизнесы, продукты, казино, какие-то, не знаю, магазины. Селёдочный лор, селёдочный, да, заебить. Африканский лор тоже неплохо. Продавец-консультант. Всё это объединяет? Давай посмотрим на историю Тинькофф. Инфолор, инфолор тоже неплохо звучит. Чем занимался Тинькофф до банка? Когда Тинькофф занимался, только начинал свой путь, классно, что ты же о нем сегодня говорил, как раз-таки его и разберем чуть-чуть. Он занимался, до пельменей еще были магазины, как называется, техника. Потом он перешел в пельмени, вопрос был такой, что? То ты, в смысле, пельменей, что ты знаешь о пельменях? Потом начались пельмени. Потом пиво, ну типа где пельмени, где пиво, почему пошел в пиво? Потом пиво. Потом после пива, где пиво, где банк? А где рыба? Этими всеми бизнесами. А, блядь. Ну, если ты спрашиваешь, брат. Блядь, что он пытается мне такая, что ты за хуйню мне сейчас рассказывал? Вот это, вот это, нахуя, вот это хуйню. Сейчас сказал. Не, вот, ну Тиньков, Тиньков, чем он занимался? Пивом, пивом, дальше чем еще? Пельменями, техникой. Техникой занимался же? Занимался. А вот это занимался, ну вот и все, блядь. Что ты нам рассказал? Иди нахуй, блядь, блядь. Тинькова, мне кажется, про то, чтобы зарабатывать большие деньги. Про то, чтобы, невероятная жажда познания нового бизнеса и про то, чтобы зарабатывать большие деньги. Три для тебя главных бизнесмена в России, которые вызывают твое восхищение. Владимир Владимирович? Так, тот самый или познер? Тот самый. А чем он вызывает твое восхищение? Блядь, все трясется. Дубайские дороги известные такие? Медь. Что, медь, что? А чем он вызывает твое восхищение? Так надо уметь. Как так? Так, как он все делает, так надо уметь. Ну, невероятная выдержка, характер. В Россию хочет вернуться, ребята, в Россию хочет вернуться. Можно сколько угодно судить о том, что человек делает плохо или хорошо. Я здесь не для того, чтобы кого-то осуждать. Пускай осудит время, суд, Господь. Человека даже Господь осуждает после того, как он умрет. Я точно не имею права кого-то осуждать. Но выдержка, когда против тебя такое количество людей, а ты держишься, это железный нерв. Так, я запрещаю вам политику в чате и свое мнение высказывать по поводу этого человека я вам запрещаю, ребят. Ну, это, отстраняйте всех, кто там гадости говорит, не надо ничего. Ребят, без слов, блядь, не надо. Просто, ну, да, смотрю просто. Знаете, открыть одну тайну. Считается, ну, так считается, что он все-таки не бизнесмен, а политик. Просто, чтобы ты был в курсе, я попросила тебя назвать трех бизнесменов. Но если он для тебя бизнесмен, может быть, ты знаешь больше... Но политика в какой-то степени тоже бизнес разве, нет? Большая. Big politics. Я считаю, что управление страной, это точно так же, как управлять бизнесом, только на гораздо больших масштабах. Страна, которая не преуспевает финансово, финансово, которая не преуспевает финансово, не может никак вас спрячь вообще ни в каком смысле. Но тебе не кажется, что... Слава, я сегодня не могу больше. Россия! Это не случайно, что самые великие политики мира никогда не были бывшими бизнесменами. Это всегда почему-то разные люди. Бизнесменами рождаются. Это такая штука. Бизнесменами рождаются. Я имею в виду, что это совсем разное целеполагание. Тинькофф, если мы говорим второй. После, сразу после Путина. Олег, ты на правильном месте. Так, отлично. Мне нравится этот винегрет. Это же мое субъективное мнение. Тинькофф, можно даже не объяснять, все понятно. Кто будет третий в этом винегрете. Я даже боюсь представить. Путин, Тинькофф и... Все, хватит, хватит. Хватит политику, остановитесь. Я ж пошутил, хватит. Ну, слушай, я бы, наверное, назвал Рыбаков, потому что мне нравится, что он... Каких Рыбаков, которые селедку возили? Что делать то, что он хочет? Ему нравится петь, он... А, что-то лицо знакомое, кстати, да. Как бы это ни было, хорошо, это плохо. Почему-то мнение... Ну, вот он богатый человек или он тоже инфо-цыган, все-таки? Ну, судя по всему, он богатый человек. Ну, ты понимаешь, что ни один богатый человек его не знает, Рыбаков. Не знает лично? Ну, не знает вообще, кто такой. Вот ты кому-то скажешь, кто такой Рыбаков. Его знают только в определенной среде. Это же тоже очень странная такая фигня, что это как будто люди варятся друг с другом. С ним никогда не знакомы были лично. Бля, какой-то вообще разговор неинтереснейший. Боже, ну их у него не несут прям неинтересно. Я не знаю его лично. Я только потому, что вижу, и там есть доказательства, где он говорит, что у него есть... Но ты понимаешь, что Тиньков и Рыбаков это разные все? Понимаешь, да? Тут вопрос же про личность. Мы же говорим не про то, как он ведет... По щити Рыбаков. Мне очень нравится личность Рыбакова. И нравится личность Тинькова. И нравится личность Путину. Мы не говорим о политических предпочтениях. Мне нравится личность. А как может быть личность оторвана от того, что делает человек? Мне нравится личность Стива Джобса. Но во многом он был просто маниакален. Он часто срывался на своих сотрудников. Он был абьюзивный. Очень сильно. Очень многие из его сотрудников, которые с ним работали, очень сильно на него жаловались. Но нравится его личность? Нравится. Ну, типа все жаловались. Ну, типа абсолютно все. О, вопросы какие, да? Ни в каком смысле не могу поддерживать насилие. Ни в каком. Ну, на этой пафосной ноте мы подходим к криптобизнесу. Наконец-таки. Ты моя золотая. Сейчас ты будешь плавать. Поехали. И так криптобизнес Арута Назаряна. Ты говорил, что в 14-м году тебе за долги отдали биткоины, которые подскочили в цене. И с этого все. Ебай, там чел придумал. Кевлор, поняли? Кевлор. Ну, лор называется Кевлор, блядь. То за долги. Все, блядь, записываем, блядь. Кевлор, блядь. Блядь, чел, хорошо придумал. И сколько конкретно. Бля, это очень сильно. Бля, это очень сильно название, да. Близкий друг. Ну, как, кевлор, блядь. Ну, не хочу, зачем? А хочешь, так, чё, 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 чё. и отдал и сколько конкретно кто за долги а кто за долги отдал даже которые подскочили в цене из даже говорил что в четырнадцатом году тебе за долги отдали биткойны которые подскочили в цене и с этого все а кто за долги отдал и сколько конкретно конкретно имя у него не хочу зачем но Артем, блядь. А хочется конкретики. Да вот, понимаешь, чтобы история из уровня Титаника и во все тяжкие перешла в конкретику, всегда вот конкретный друг, его можно погуглить. Мы же для этого здесь. Это Ахмед, но Ахмеда погуглить. Все, я-то думал, это не Ахмед. Все это Ахмед, ребят. Ну, нужны были деньги ему когда-то. Я не знаю, на что. Ну, когда-то ему нужны были деньги. А что Руслан по этому поводу думает? Или Джереми? Сколько? 800. 800 чего? Долларов. Всего 800 долларов. А я думал, биткоинов 800. И, соответственно, биткоин еще были. Сколько биткоин? Он мне отдал как раз-таки в битках эти самые 800 долларов. Я не помню. Там что-то в районе одного битка было. Когда в 2000... Биткоин стоил 300 долларов. Типа 3 битка максимум, да? В начале биток начали расти. 2,5 битка? Мне позвонил тогда... Ну, сейчас уже бывшая жена, тогда жена. Блядь! Он опять обосрался, вы поняли эту хуйню? Он это выставляет так историк, как будто ему дали битки копейками, типа. Это, знаете, как история, когда чел пицей расплатился 2000 битками, типа. Двумя тысячи битками. Я в том году, бля, биткоин стоил 300 долларов, бля. Звонил, сказал, помните, там что-то битки какие-то... Получается, я ему дал 2,5 битка. Нет, деньги нормальные, не такие, чтобы империю построить. Я говорю, да. Она говорит, ты новости смотрел? Я говорю, нет, а я был на работе. Она говорит, посмотри новости. Я посмотрел, он что-то 2700-3000 вырос. Тогда первый раз, когда я вспомнил, так. Я приехал домой, посмотрел приватники, тогда еще был бумажный кошелек. Все открыл, все посмотрел, все работает, все есть, все на месте. Потом, через где-то месяц, мне об этом уже говорит близкий друг, Дима Клинчев. Тут, может, наверное, не сковать. Я говорю, ты слышал? Я говорю, да, слышал. Он говорит, разбирался, я говорю, ну, типа, до конца еще не влекал. А что такое? Он говорит, а есть время? Я говорю, да, да. Я говорю, сегодня не работал. Он говорит, приезжай. Мы приехали к нему на 2 дня. У него, короче, в квартире засели. Начали разбираться, что к чему? Как что переводится? Какие еще есть? Между ногу друг друга разбираться. У меня уже были деньги. То есть у меня уже был капитал. Мне, конечно, не миллион, но был капитал. И мы начали разбираться. Нашли закрытые группы. Тогда еще закрытые группы в Скайпе были. Узнали, что есть, окажется, ICO-шки. Что можно заходить в разные там проекты. Я же смотрела, конечно, интервью Глебу Соломину, которое ты давал. И там ты как раз говоришь, что мы за 2-3 дня, это цитата... За 2 дня? За 48 часов. Нам было достаточно на изучение, чтобы понять, что и как. Мы с нашим кентом, он, ну, с моим кентом, он является крестным отцом моих детей, Дима. Потратили, по-моему, 2 или 3 дня на изучение нам потребовалось, чтобы просто все понять, еще как. Ну, Латарут, мне просто интересно. Ты понимаешь, что Бог создал землю и нас всех, и то за 7 дней. А ты разобрался в крипте, это земля, это как? Подожди, Ксюш, во-первых, это земля, а не крипта. Ты считаешь, реально, во-первых, за 2 дня я разобрался в крипте. Я считаю, что где Джереми, где африканский лидер. Можно было абсолютно разобраться, как работает крипта, что это такое за 2 дня? Конечно. Я тебя, я хочу, я тебя научу за 2 дня. 2 дня за 2 дня? А тут будет интересно, про ссоры, бля, у нее тайм-кодов даже нет, зараза. Будет интересно про ссоры с Моргенштерн? Самое первоначальное, наверное, знание об этом получить. Но ты же... Когда ты говоришь, что я разобрался так, что потом сделал миллиардный бизнес, но ты сразу из себя делаешь такого гения. Ты гений математики, который, понимаешь, разобрался с важнейшим... А зачем тебе быть гением математики, чтобы разобраться в том, как работает крипта? Ну, за 2 дня ты разобрался настолько, что ты... Ну, конечно, а что там разбираться? Ты разбираешься, какие есть блокчейны, как пользоваться, как открывать приватники, как пользоваться приложением, как открывать... Таким образом, все равно... Каким приложением, бля, в 2014 году? Показываешь образ человека с феноменами... Говорит, тогда все в Скайпе было, блядь, но теперь в приложении, ага. ...памятью, с потрясающими аналитическими возможностями. Это, наверное, приложение в Скайпе было. Просто компьютер последнего поколения. За 2 дня просто... Я правда, правда разобрал за 2 дня. Вон у меня жена сидит, блядь. Понял, Нео, понимаешь, матрицу русскую. 2-3 дня буквально разбирался, пацаны. Лучше в этой индустрии. Ну, а Рут, ну это звучит, ну ты понимаешь, вот я, например, видела... Хорошо, секундочку. Ты понял, что в описании, но просто нету, ну не отобразил здесь. ...которые трехзначные числа, но трехзначные умножают в уме. О, трехзначный человек. Очень богатый человек. Замечательно, они занимаются криптой? Нет. Ну все. Ну это, понимаешь, не может быть оторвано одно от другого. Почему? Потому что, когда человек умножает трехзначное число на трехзначное в уме, могу тебе даже сказать, его зовут Михаил Фридман. Замечательно. Ты видишь масштаб этого человека и в других проявлениях. Серьезно, он просто умножает трехзначное на трехзначное в уме. Сидит тебе, ответ говорит. А во всем другом он непонятно... Серьезно, ты можешь сказать про всех вентурных капиталистов, это неправда. Если ты за два дня, ты понимаешь, какой ты создаешь образ. За два дня я разобрался в крипте. То есть ты человек просто каких-то феноменальных способностей. Так там не нужны феноменальные способности. В 2017 году все было просто. Ты узнаешь, как работает централизованная биржа, открываешь кошельки, знаешь, как сохранять... Еще раз, в каком году? В 2017 году все было... А в 2017, понял. Просто ты узнаешь, как работает централизованная биржа, открываешь кошельки, знаешь, как сохранять приватные кошельки, то есть приватные ключи, знаешь, как... Да хватит термины эти, ебаные, прекрати, мне похуй на твои термины, обоссанные, блядь. Фраза работала. Вроде только что 14-й год был, он 3 года ходил, думал о битках, блядь. Подключаешь там OnePass или какой-нибудь аналог, что там такого особенного? Я вообще не понимаю, почему вы так усложняете то, что было тогда очень... Блядь, был же 14-й только что год, он просто сказал, я потом ходил, подумал, новости типа, взлетел биток, вся хуйня, типа... И потом я начался за ней 3 года, он ходил, думал, интересно, блядь. Вся у меня вопрос, как ты к этому ко всему пришел? Потому что для меня это такой большой новый мир, в этом во всем разобраться, запустить сначала криптобиржу. Я же тебе сначала говорю, что я люблю читать. Просто я засела, это вот что это квантовая физика? Это не квантовая физика. Мы сели и за два дня, значит, теорию струну освоили. Крипта фактически существует, она не является чем-то эфемерным. Хорошо. Криптобиржа X, которая раньше называлась Bistox. Это не одна и тоже биржа, не путай. Она раньше так называлась. Нет. Bistox была другая биржа, а XB совершенно другая биржа. Bistox даже в другой юрисдикции работала. Уставной капитал у нее 2500 евро. Зарегистрирована она, как мы уже знаем из интервью, с Моргенштерном в Литве, в садовом домике прекрасном около аэропорта Вильнюс. Че, блядь, причините, Али Шер Моргенштерн? Че за хуйня? У нее 2500 евро. Зарегистрирована она, как мы уже знаем из интервью, с Моргенштерном в Литве, в садовом домике... Или что, блядь, ничего не понял? Зарегистрирована она, как мы уже знаем из интервью с Моргенштерном. А, из интервью с Моргенштерном, блядь, ребят, простите, у меня нахуй все уже кипит голова, все я допер, блядь. В садовом... Очень сложный кевлор, блядь, я вам серьезно говорю, прям сложно, надо разбираться, блядь, я еще подумаю после стрима посижу. Домики прекрасном около аэропорта Вильнюс. И знаешь, что удивительно, что в этом домике, как я уже говорила, не одна эта компания странноватая. Там еще целый набор, просто это уникальный домик в деревне. Магический, да, там еще и обменник криптологи, платежная система криптодиум, криптотрейдер эволект диджитал и что-то еще крипто с липдема. Ну, короче, деньги отмывают, если вам интересно, что это обозначает, блядь. Расскажи мне про этот садовый домик, что в нем такого? Так, очень, очень замечательно, что ты хочешь разобраться в том, как работает бизнес, особенно криптовый. Да, когда ты... Как работает, блядь, хорошо. Что это за дом, вот это, к которому все там привязано? Ну, я сейчас тебе объясню, как работает биржа крипта. Как устроен вообще крипто-сетап, это абсолютно нормально, иметь такие вообще смутные понимания и так относиться к этому с суждением. Давай теперь обсудим самое главное. Крипто-домик. Ты знакомы? Примерно, да. Замечательно. Номер один биржа по объему в мире. 200 миллиардов долларов примерно сейчас компания стоит. По разным оценкам, 67 миллиардов условно у основателя состояния. Тоже в Вильнюсе? Нет, секундочку. Не в Вильнюсе в домике. В ДК находится их... Во мне, блядь, во мне ничего такой хуйни нету, блядь. Африканский офис. Биомаймус Юэс. Какой африканский офис? Секундочку. Не в Вильнюсе в домике. В ДК. Да я-то при чем? Не надо меня приплетать к этой хуйне чернухи, блядь. Их американский офис. Американский офис. Не надо, не надо. Я вот этой хуйней не занимаюсь, блядь. У меня крипто-домика нет, блядь. У меня крипто-пентхаус, правда. С Юэс миллиардным воротом. Находится в доме культуры. Что-то вроде дома культуры, знаешь. Нормально. На третьем этаже вот такой вот офис, который вечно закрыт. Мы это, кстати, проверим. Перепроверьте. Окей. У нее нету, короче, поняли? Нету офиса. Офис в Сингапуре у него есть, но нету единый штаб-квартир. Теперь переходим. Когда мы основывали свое время Бестокс, его основывали в Эстонии. Это был 2018 год. На тот момент крипторегулирование вообще в мире существовало только в нескольких юрисдикциях. И самая основная тогда была Соединенные Штаты. Невероятно что-то получить. Пять лет ты будешь там страдать, ходить. Там почти пять миллионов долларов на открытие только компании совсем. Да заебал, да похуй. Что там рассказываешь? Почему у тебя дом привязан к этой хуйне? Ой, это, криптобизнес привязан к дому какому-то, на отмыв денег, похоже, вся эта история, блядь. Вот это что за хуйня, блядь? Тяжело и почти нереально, учитывая, что даже американская виза. Я помню, что тяжело к дому, ты что привязан, блядь. Те есть где это сделать? То есть ты смотришь что-то на этой части планеты. И самое простое, что было тогда, это была Эстония. С понятным открытым законодательством, без налогообложения, с простым стартом и легким открытием. Как ты говоришь, сначала привлекаешь, а потом... Это же не Эстония, это же Литва, блядь. То же самое. Ты же тогда говорила на интервью с Моргеном. Мы открыли компанию, все было очень просто в первый год. Потом комплайнс, сама политика этого департамента начала ужесточаться. Ужесточаться до такого масштаба, что уже к моменту, когда мы собирались закрывать Бистокс, все было настолько сложно, что условия были для криптокомпаний тогда. Сродни условиям банковским. То есть 5 миллионов уставной капитала для криптокомпаний, это невероятно тяжело. Особенно для стартапов. Поставить 5 миллионов уставной капитал, который ты можешь тратить только в самой Эстонии, это невероятно. Да заткнись, ебаный рот, блядь, заткнись, блядь. Я нихуя не потерялся на середине уже, заткнись, блядь. Это сложно для любого бизнеса. Сколько тебе денег нужно собрать по факту, чтобы вот так вот оплачивать? У тебя жена рядом стоит вообще там, ну вот чтоб я понял, ты пиздишь или нет, блядь. Че это за хуйню тебе рассказывать? Вернемся, 2018 год, не было никакого регулирования. Уже 18-й, да ты заебешь, блядь. Нормально, что когда ты открываешь стартап, ты берешь самый простой, понятный способ открыть компанию и лицензироваться. Я мог работать как большинство бирж тогда, но я выбрал сделать лицензию. Почему домик простой? Потому что я даже не знаю, почему домик. Потому что мы брали просто домицель-адрес. Нам нужен был любой адрес, чтобы зарегистрировать компанию. Фактически долгое время команда работала частично в Украине, частично в Дубае, в России и еще в удаленности. Но это вообще легальная история, понимаете? Это вообще легально, блядь. Ты типа, у тебя биржа, которая занимается деньгами чужими. То есть там, ну как я правильно понял, да, там люди свои деньги вкладывают. И вдруг что? Не дай бог. Мы, конечно, в это не верим. Но если кого-то там наебут в этой бирже, где они будут его искать? В домике в Литве, блядь, нахуй. По-моему, когда ты регистрируешь свой офис, это значит, там ты можешь прийти с претензиями документально, с юристами, хуистами. Правильно же, блядь? Что он мне за хуйню впаривает, блядь? В 2015 году мы успешно работали удаленно. Это абсолютно нормальная практика была. А почему такая крутая криптобиржа не заплатила? Она никогда не была крутая. Не крутая. Почему она не заплатила налогов 84 евро? Потому что сейчас компания находится на стадии ликвидации. Она находится уже 7 месяцев. Мы давно взяли другую лицензию в другой вообще стране. И пока мы делаем этот переход, там просто ликвидация идет. Когда ликвидатор объявит нам общую сумму задолженности, мы ее сразу все закроем. Объясни мне, почему торговая марка B-Stokes, школа Арут Академия, лейбл Бугатти Мьюзик, до того, как стала Ашера, принадлежала Юмиду Юлдашеву? Умид. Умиду, да. Умиду Юлдашеву. Кто это? Что это за магический человек? И почему он фигурирует почти во всех твоих бизнесах? Так ты классно подаешь, знаешь, люди, которые не очень хорошо разбираются. Ну правда, куда ни ткни, на тебя везде какой-то Умид Юлдашев. Он какой-то твой sugar daddy. Sugar daddy. Точно не нервный смех. Близкий друг, это мужик. Ясно, во главе сети криптомошенника стоит ДК, ребят. Я хоть раз, ну вот, вы реально думаете, что это я? Это не я, я вам клянусь, вот у меня жена стоит, блядь, здесь. Я вам отвечаю, это не я, блядь, все. Теперь-то верите, я вам... Ну вот, ребят, как я могу врать, у меня вот жена стоит, блядь, вот. Я вам серьезно говорю, я не вру. Мы закончили школу. Вот и все, вопрос закрыли. ...который за все это сядет. Нет, нет, нет. В чем смысл все на него оформлять? Мы партнём уже долгого времени, мы занимаемся разного рода деятельностью. Я помню, вот в мутные девяностые все оформляли на водителей. Мужей, да-да-да-да-да-да-да. Работниц, потому что людям было не жалко, чтобы потом их сажали. В чем идея привлекать, пусть он даже там сто раз твой близкий друг? Почему во всем бизнесе ходит? Бистокс, смотри, бистокс мы начинали вместе с ним когда-то, потом он из него вышел. Поэтому и как бы торговая марка когда-то принадлежала ему, потому что он находится там. И просто это на самом деле проще, чтобы туда просто не ездить, а твой партнер какую-то часть там ответственности забирает на себя. Но он реально работает? Конечно. Какую-то типа всю, блядь, потому что все на него оформлено. Ты просто не знаешь, у Миды у тебя есть ощущение, что это какой-то просто злит. А ну кто расскажет. Он не является довольно успешным бизнесменом. Насколько успешно? На 100 рублей. Настолько, что он является моим партнером во многих видах деятельности. Типа секс? Нормальный мужик, просто чувак, не публичный. Как люди могут объяснить? Вот ты сам говоришь, что важно показывать успех, чтобы люди понимали, кому они доверяют. И поэтому деньги, поэтому ролики, потому что надо показывать. Но как тебе могут доверять люди, если практически все твои бизнесы записаны вообще на другого человека? Во-первых, практически все бизнесы, только те, которые в России. Но я перечислила. Которых вы знаете. Почему? Потому что я не хочу каждый раз летать, что-то подписывать. Это делает УМИД. Он занимал мой партнер по России. Все мои мероприятия, которые происходят в России, он мой полноценный партнер там. Почему нет? Если ты доверяешь, пускай он занимается на местности этими делами. Мы зашли на сайт Арут Академи. Очень были разные. Бля, ну она могла поискать, кто этот УМИД. Реально, было бы интересно еще послушать. Я вообще не ебу, кто это, блядь. Тройны продажи закрыты. Все раскупилось. Ты же моя золотая. Я закрыл в октябре продажи по нескольким причинам. Первая причина... Ты же моя кевларовая, блядь. Я просто заебался слышать, что я зарабатываю только с этого, со всего, а что все остальное у меня ничего нет. У меня так это заебало. То есть до меня это тоже добралось. Я живой. Я подумал, да идите вы нахуй. Вы не хотите, ради бога, не будет у вас ничего. У меня в жизни ничего не изменится. Вторая самая очень важная причина. Большая часть учеников надеялись только на афилиатку, зарабатывать с афилиатки, не продвигаясь ни в каких других кампусах. Таким образом, я просто хотел, чтобы уменьшилось количество людей, уделить внимание определенной группе людей. Поясни мне, что такое афилиатка? Есть целый афилиат-кампус, который зарабатывает на том, что по их ссылке приходят... Блядь, ну не спрашивай, зачем ты специально с общак? Вот чтобы мы умерли нахуй от скуки, блядь. Ко мне в академию. То есть система построена на том, что если люди приводят тебе других членов, то они получают процент от каждого привода. 50% от каждой оплаты. И, соответственно, в этом... Типа пирамиды, короче. Мы полноценные партнеры. Для тех, кто не зашел на Рот Академию, мы связались с учениками, посмотрели. Мы не смогли с вами зарегистрироваться, но мы посмотрели... Я бы дал доступ, почему-то не попросили. Ну, я же все привыкла, понимаешь, сама-сама. Все сама. И как мы поняли, ты платишь 200 долларов, тебя приглашают в закрытый чат в Телеграм-канале. Их... Там не один, не один человек. Их винихт. Не один, да. Там куча твоих кружочков. В основном, ты там либо общаешься, приветствуешь, что ты говоришь, потом кроешь всех, значит, болбоебов, которые на тебя нападают. Так. И говоришь о том, что не надо на них обращать внимание. Оплатил подписку почти... Я обращу... Обращу внимание. ...рублей, что для меня огромная сумма, я нервничал. Ой, фу, блядь, ты придурыш, ты кого вставляешь? Вот трусы вчера только понюхал, блядь. Да фу, блядь. Бучение меня добавили в Телеграм-чаты Академии. Да есть еще люди, которые снимали про это. Нахуй ты его вставляешь? Да первое, что я там увидел, как Арут отвечает кому-то на разоблачение. Посмотрите, этот долб... Он никто просто, этот черт. У него там... Твоя черт, блядь. Видео без меня по 6 тысяч набирает. Он сделал видео про меня полмиллиона просмотров. Непонятно, как мне это поможет заработать, однако Арут еще неоднократно к этому возвращался и призывал своих подписчиков снимать разоблачения на разоблачителя. Сделайте свои разоблачения на разоблачения. Вы когда будете делать свои разоблачения, вот и вся информация про этого долб... Никто не сделается, что вообще никто не сделает. А потом рассказываешь вот эту схему, как люди будут зарабатывать на том, что они должны постить информацию про твою академию везде, как правильно... Это только один кампус посмотрела, значит. ...делать ролики. Ну, давай про него поговорим. Хорошо, этот кампус как раз-таки и зарабатывает на том, что они постят мои ролики. Вы сможете зарабатывать на все, на всех. Но самое главное, вы поможете мне сделать мою академию еще больше. Немного иначе... Щебас здесь одет, блядь, круто вообще, блядь. Стильно выглядишь, полно... Все, на всех. Самое главное, ты поможешь... Как Мэд Макс... Темнее сделать мою академию еще больше. Немного иначе... Да фу, блядь, сука, у меня трусы слетают, когда я его вижу, чтобы он, ну... ...вставлял себе такой... Когда он вздыхает, блядь, да. Чтобы понюхать его, блядь. Потому что мне придется полностью зависеть от Аруто, продлевая его подписку... Но трусы слетают не от того, что я возбужден, понимаете? ...по получать выплаты. Получается такая система, что человек... ...видит... Музыка на заде фоне. ...длевая его подписку, чтобы получать выплаты. Получается такая система, что человек видит миллиардного миллиардера Аруто на заряду. Миллиардный миллиардер, это как меня еще никто не узнал? Я буду первой. И хочет тоже стать миллиардным миллиардером. И вот он приходит, платит свои последние 200 долларов в надежде, что сейчас ему дадут, значит, ключик от поля, где денежные деревья растут. А там надо пиарить Аруто, значит, понять, что все, кто его ненавидит, это долбоеба, и правильно отвечать долбоебам. Конечно. Я начал делать нарезки с Арутом, выкладывать их в шорсы на свой второй канал. Они набрали по несколько тысяч просмотров, однако я получил только негативные комментарии, что Ару... Ну, Трусов даже не получил, не понюхал, блядь. Инфо-цыган. Но Арут призывает не обращать внимания на хейт. Хочу вам сказать, когда вам пишут всякие провокационные комментарии, типа инфо-цыган и так далее, вообще забейте их. Во-первых, чем больше комментариев и срачи в комментариях, тем больше это видео будет продвигаться. Именно поэтому нужно вырезать максимально провокационные моменты. Интервью, подкаст, ну, блядь. Ну, Арут, ты, конечно, не прав в этой ситуации. Ты хотя бы мандрюхи трусов бы заслал своих грязненьких, он понюхал бы. Чтобы у них паукан разрывался, потому что они бедные. Пацан старался, блядь, хотя бы вот немножко, ну, без черкашей, без изысков каких, ну, хотя бы отдал какую-то часть трусиков своих, блядь, грязных. Ты же богатый человек, реально, блядь. Никаких продаж не было, и в чате с результатами у учеников максимум было по две продажи за месяц. А те, у кого были большие цифры, подозрительные, это одни и те же челики, которые были кураторами в самой Академии. Ну, ты понимаешь, что это для миллиардера бизнес так себе орут? Ну, все, блядь. Труси нюх разоблачил, блядь. Скажите, ты говоришь, там три кампуса. Ты зашла в тот кампус, в котором люди зарабатывают на том, что постят меня. Надеюсь, что Академия сделает, ну, целое поколение людей преуспевающих. Придурков. Прямо это вижу, прям думаю, что это цель. Прямо думаю, что, может быть, вот это мне позволит попасть в район. Преуспевающие в идиотстве. Хорошо, у тебя есть другой кампус по крипте. По крипте. Смотрел его? Я посмотрела, и я была очень удивлена, потому что там лекции сами по себе ведет вообще другой человек. По одному направлению. Почему так? Ты читаешь сам по крипте? Я веду стримы по крипте. Мой курс по крипте еще и не вышел. Но у меня стримы, где я все объясняю и так, в реальном времени. Теперь, когда мы говорим про Диму Котова, который ведет, Дима Котов ведет курс по мультиакингу. То есть, это определенный вид заработка на крипте, где ты кру... Блядь, заткни. Я не могу же мне от этих терминов хуево. Пожалуйста, нахуй ты. Вот он пришел, он же, блядь, отстаивает, да? Ну, короче, вы поняли. Доказывает, что он не мошенник, блядь. И пуляется какими-то терминами зрителям, которые потенциально нихуя в этой крипте не разбираются. Вот нахуй он это делает? Потому что, блядь... Разные сети и зарабатываешь на этом деньги, когда будет дроп. Он только за это отвечает и ни за что больше читает. Знаем мы, какие у тебя дропы, блядь, нахуй. Когда деньги выводишь, блядь. Почему ты сам там не читаешь какой-то... Я не читаю эти лекции, потому что я не занимаюсь технической частью. Дима на меня работает уже еще с института. Почему самому не прочитать? Ты за два дня все... Да не чтобы выебываться, ребята, а чтобы, ну... Сыпешь термины, которым, ну, обычный зритель не знает ничего. Он сидит такой, да, походу он реально шарит в этой теме. Походу не инфо-цыган, вот и все, блядь. Понял. Я был бы инфо-цыганом, он бы нормальным, обычным языком объяснил, блядь, где, что, как у него все работает. Понимается, зачем, если у нас есть, у нас есть, посмотри, как устроена академия. Академия устроена не только на моем имени. Там же есть профессора, которые каждый отвечает за отдельную структуру. Ага, ну звезда-то ты. Почему тебе самому не сделать свой курс по крипте? У меня есть курс по крипте, он еще не вышел, потому что продажа закрыта, и все закрыто, и курс недоступен еще. Он будет доступен в этом году. А почему не сразу? 500 рублей в месяц подписка на продажу. Потому что курс не поможет тебе зарабатывать. Смотри, курс... Не, ну подожди, вот смотри, ты разобрался, я не столь талантливый человек, как ты. А что мне поможет? Я 15 лет работаю в журналистике, сейчас подумываю о своем курсе именно про журналистику. Будет странно, что я людям скажу, ребят, а Руд за два дня разобрался в крипте, я тупая. Я за 15 лет немножко стала понимать про журналистику. Приходите на мой курс. Люди приходят, а там... И я все равно наебал их, блядь. Блядь, просто там солнце. Ты вырываешь из контекста. Там, смотри, есть база знаний, то есть вся база знаний написана мной вместе с командой. А что ты сам это не... Это все, смотри, Дима, это мой сотрудник. Все, что Дима знает, знает... Я понимаю, что твой не случайный человек. Почему ты это не можешь сам? Я делаю стримы, то есть я на стримах все объясняю. Самая главная проблема, что люди ко мне приходят в академию, и, наверное, вот я сейчас к вам обращаюсь. Если это ваши последние деньги, я всегда так говорю, не приходите. Это не тот способ заработать здесь и сейчас. Вот двадцатку вложил и вытащил оттуда сорок. Нет, вообще не про это. Если так хотите, то идите там в рукоделие какое-то делать, я не знаю. А как же час в день на темке, блядь, и поднять можно с воздуха вот так деньги, блядь? Разве нет? У кого-то другого курса. Но в моем случае придется какое-то время потратить, чтобы изучить все. Всегда есть Гусейн Гасанов, который просит взять последний кредит на его курс. Так что, ребята, вам есть куда идти. Продавайте машину, квартиру. Кто-то еще так делал, блядь, говорит, хату ставьте срочно, типа, на ставках, блядь. Кто ж это был, блядь? Не Литвин ли, кстати? Что-то я помню, какие-то вставки были, типа, он говорил, вот это точно... Нет, нет, не Литвин, нет, это другой какой-то чел. Типа, вот сейчас вот прогнозы будут ебейшие, хату ставьте, реально, типа. Реально, вот такие слова были, короче. Не помню, кто это был, сука, вот, блядь. Так, мы пришли вручать Ламбу, подписчику! Ну что, пойдем? Хорошо, это правда, что там бизнес-бизнес-приемы? Эдвард Билл, да? В одном из этих кампусов? Не, по-моему, не Литвин, это вот отвечай, не Литвин. Состоит в том, что ты у... Вроде бы, вроде бы. ...студентов, ну, не ты лично. Суба, суба, блядь, да ладно, что мне разные имена будете накидывать? В одном из этих кампусов заходить на Алиэкспресс, покупать американские товары и продавать их дороже в другом месте. Это называется дропшиппинг, туда же самые спекуляции, это как с кроссовками. Это как с кроссовками. Ты говорил про то, что у тебя есть планировщик-задач, настоящего бизнесмена, есть прямо, вот можешь мне показать, отсортировать аккаунты, проверить зарплаты... Бей, пресс-качат, блядь, беги! День, иногда, страница или нет. А что завтра, например? Отсортировать аккаунты, блядь, какое сложное дело, блядь, да. Завтра есть? Завтра я планирую сегодня вечером. А вчера так, да? А я просто не знаю, как посмотреть вчерашний, потому что у меня есть законченный, по-моему, логбук, вот, посмотри. Вот, логбук, можешь посмотреть. Собчак, вон я тут стою. Да, я начал... Бля, как поймать-то, сука? Сейчас, сейчас, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Собчак, я тут стою. Тихо-тихо-тихо-тихо. Бля, вот где-то раньше видно, я хочу посмотреть реально, что у меня там за дела, блядь. Собчак, вон... качество конечно дай боже собчак 15 лет журналист с октября ты говорил что каждый твой клип стоит 250 тысяч долларов вот клип с люси чеботиной тоже 23 миллиона рублей он не выглядит совсем почему разве он так плохо выглядит не дорого слушай разрешение в дубае не знаю получали вы когда-то решение на съемки в дубае только разрешение разрешение но там 10 15 тысяч только разрешение 10 15000 аренда отеля не графики серьезно есть ебать дорого ебать просто за разрешение 15к прикиньте отеля только аренда отеля обошлась там несколько десятков тысяч долларов потом актеры сколько стоит съемки несколько десятков тысяч долларов даты за эти деньги построить за эти деньги можно построить были дешевле оборудование там нефть ну понимаешь это это все работа он пиздит боже да чё за хуйня в это не не обоснованно дорого просто и это все что я не плюс саша романов тоже не дешевый потому что он выглядит такой клип в стиле black star очень простенький там на сами съемки видно что мало потрачено ну то есть не значит он плохой я просто попробую реально в дубае очень дорого снимать я за 100 тысяч рублей снял неси любовь ахуена поэтому инвестиции ты сказал что ты инвестируешь рублей за локации даже не платил просто на гараже в гаражах снялись молодости расскажи об этом хотелось бы конечно помочь в развитии гормона молодости чтобы люди жили дольше потому что есть люди которым я думаю надо бы пожить чуть дольше чем многим таким как илон маск например что значит он же плохой я не могу просто бы илон маск должен жить дольше чем остальные люди что ты конкретно из этого хочу узнать я хочу узнать почему дурак блять ты вопроса не помню мне бесит уже все решил вкладываться в гормон молодости а во вторых да не могу в скорость там совсем будет будет неадекватно я так уже нахуй не воспринимаю что мне несет то это за заявление в рамках этих инвестиций что есть люди которые просто должны жить дольше чем остальные я считаю что люди я считаю люди я считаю что есть люди которые очень много делают за весь свой life time за свой жизненный цикл и эти люди просто обязаны иметь гораздо больше времени чтобы сделать больше классных вещей на этой планете каких были считаю что витр купить переименовать были подписки галочку за деньги галочку за деньги подписку покупать 2 доллара в месяц без пацан живи дольше красавчик бред ебаный перемотаж хуйня уже просто началась бы такого она не сделала неизвестно получится мне когда-то нет вы что-то такое сделать но видишь меня садила собчак следовательно я уже задумался имеет ли смысл такой делать или нет и в жизни каждого человека люди вот люди которые знаете там ну условно я уж так популистки какие-то примеры возьму люди которые там гуманитаркой занимаются да там какие-то страны еще что-то там в африку возит там еще что-то ну вам не надо дольше жить а вот илон маск были там столько зарабатывать на жить дольше жизни каждого человека должны быть люди которые тебя осадят который скажет неправильно это не есть хитрюще его за хвост он понимаешь шурк хвост в руке хорошо подошли к главному орут вопросу ради кого я полетела сюда потратилась на билет бизнес-класса и ждала нашей встречи орут есть одна тема которая меня по-настоящему впечатлил а я уже женщина пожилая меня ты сказал что в какой-то момент у тебя на кошельках был миллиард долларов на самом пике я думаю мои в моей личной капитализации у меня на кошельках было около ерда баксов разъёб 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 ну конечно не рублей орут миллиард долларов что тебя смущает тут меня смущает тебя также тебя также смущала сумма в миллион долларов морген нет ну давай так миллионы конечно никакого у вас не было почему ты так считаешь но миллион это хотя бы вас почему я так считаю ну давай так потому что я знаю сколько тимати заплатил снупи-догу за фит хорошо я знаю расценки у меня я много выступать 250 тысяч долларов если вам интересно где-то 200 200 250 зеленых как ведущая корпоратива я знаю расценки на фит и западный снупи-дог блять снупи это который вот этот блять снупи на любой человек у которого есть на это миллион долларов может сделать за миллион долларов фит суперзвездой тебе не нужен моргена я очень люблю но тебе не нужен для этого морген хорошо поэтому еще я сейчас общаюсь с моргеном поэтому я понимаю что сказал морген на это не могу тебе сказать как журналист но моя теория моя дарова теория состоит в том что морген тебе заплатил что ты ему заплатил но сумму сильно меньшую порядка 200 250 тысяч долларов но и чтобы и тебе бы пророк прошура блять поехали хороший пиар и чтобы ему не западло что мол я продался за 250 тысяч долларов давай оба скажем что мы продались за миллион долларов и тогда нам обоим охуенно я буду как ну я это и сказал ребят блять минут двадцать назад так потому что у меня купили фит за миллион и ты будешь как тоже супер богатый человек всем хорошо я не смотрел бля ребят я отвечаю свою клянусь из моего мне жена он не жена стоит и отвечать доказывать тебе обратное не имеется поэтому давай забудем про миллион у нас есть миллиард про это это пиздеж уже другого масштаба миллиард я случайно жал я случаю лапах уже я случайно же понимаешь я реально случайно жалон у меня жена стоит были реально вот я случайно же долларов у меня был на кошельках даже бронежилеты в этот момент заплакали и убежали из чата можно что угодно блять знаешь совершить но когда мы говорим про миллиард долларов никто вообще не спрашивает что на тот момент чей кошелек это был кошелек фонда моя капитализация ты придурок были ты сейчас это и сказал вот сейчас ставку покажет искал моя капитализация на тот нам в один момент стало миллиард долларов моя капитализация мой личный кошелек может быть это был кошелек романа абрамовича просто я не знаю а это же не боитесь гибли понятно что какой миллиард арут ну ты реально смотри если алио если для тебя это сложно в понимании мне что нужно делать показать тебе кошельки покажу но это же глупо ну почему ну покажи ну позже ты перед страной фальшивые деньги разбрасывал это не фальшивый а киношные акин это разные вещи не миллиард на кошельках покажи мне хотя бы 100 миллионов я же блять кино тогда снимал криптан тебе откроет свой кошелек криптан никогда тебе не покажешь в кошелек значит криптан пиздит пусть будет так я правда рассказывал о своих деньгах везде блин а показать нет я не пиздил но если тебе так надо миллиард долларов хорошо ты понимаешь просто я хочу тебе сказать что вот в девятнадцатом году по версии форбс абрамович был одним из богатейших людей нашей страны у него было 12 миллиардов у галицкого по версии блумберга на 1 сентября двадцать первого года 5 миллиардов долларов за стрим столько знает вся страна у арута назаряна был один миллиард я не узнаю только мир маргин что первых во первых меня уже знать вся страна давай с этого начнем люди такими деньгами не могут быть незаметными это чья на его задавит блява часа большая сумма а сколько ты знаешь миллиардеров крипте ты удивишься что если мы зайдем в список самых богатых людей то минимум 10 криптанов там находится да потому что остальные не зарабатываются это вот и все блин ты сам только что вот эти свои академии вот эти своих были придурок вот эти свои напутствие которых рассказывает что там там пиздец бабок легко заработать ты сейчас сам подтвердил что невозможно вот несколько человек который биржами владеет собственной или владельцы самой этой криптовалюты да вот они зарабатывают остальные нет придурок ёбаный во первых во первых воображаемые герои но это правда ты можешь посмотреть форс хотя бы на 2020 ты продолжаешь настаивать что у тебя меня сейчас нету миллиарда был был миллиард я тебе объясню в крипте я смотри на пике когда биток стоил 65 69 я тебе объясню что есть токены которые укатались в 98 процентов и это нормально для крипты понимаешь есть и нефтишки которые стоили по 7 миллионов сейчас 100 тыс понимая что все это очень волатильно ты ничего не обналичь да 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 ты же как зерно никто из криптовалют что смог то обналичил купил машин сколько ты смог обналичить когда у тебя был миллиард обналичить я смог около на двадцати двух двадцати трех миллионов миллион долларов из миллиарда блин я бы тех хуй доверил чтобы ты меня учил чему ты придурок блин сейчас кстати да биток 65 вот не пишет дачу такое знаю блин из миллиарда прикиньте у вас у вас лежала крипты ну прикиньте крипта на 100 миллионов вы в один день заходите новости смотрите открываете кошелек у вас миллиард миллиард блин ну вот я не буду рассказывать вы поняли блин да блять да хотя бы пол миллиарда вывести надо что-то надо придумать с этой хуйней я бы вы я бы как сделал да я бы вывел все кроме тех 100 миллионов которые мне изначально были правильно живут и все то есть ты какой-то момент обналичил 23 миллиона потихонечку то конечно у тебя есть какая-нибудь банковская справка что-то обналичил куда-то эти деньги положил в банк 23 миллиона это да есть компания с автомобилями который на сегодняшний день 23 миллиона секундочку у меня есть компания автомобилями которые на тот момент мы вложили это не очень красивая история это блять ребят это не то что ой как я поднял бабок но короче это не не спекулянство какое-то это было неосознанно давайте так это было неосознанно короче у меня было короче вот до всей нашей ситуации да которая нас на границе происходит так скажем я получал за первый альбом деньги в фунтах и у меня в альфа банке был фунтовый счет вот и короче у меня лежала там одна сумма ну допустим там ну ладно неважно одна сумма а потом когда началось все начал курс расти у меня выросла на ну в два раза короче я все вывел естественно блять естественно но это не то что я говорю что поняли типа я специально так сделал ой как я заработал красавы типа но это не то не та ситуация где можно выебываться я рассказывал да ну тем более ну короче поля это не та ситуация который можно выебываться просто как пример что когда я охуел что у меня в два раза в два не то что там в миллиард пойми где вы там хуй за 98 процент чем там рассказывал но у меня вот жена стоит я вам не вижу вот жена стоит бле и вот когда даже я увидел в такой ситуации да увидел что у меня деньги в два раза вы выросли я все вывел конечно все вывел но его нахуй мне деньги еще понадобится блять а он миль из миллиарда 23 миллиона вывода это бред ебал не несет были 9 миллионов 89 миллионов долларов только в автомобильную компанию давайте с этого начнем у меня есть в недвижке примерно столько же денег все остальное здесь нет конечно то есть ты 10 миллионов долларов потратил здесь на недвижимость около 8 тоже ты можешь показать вот это было бы крутое доказательство всем кто тебя очерняет свидетельство о недвижимости могу тебе показать есть твоя аудитория тебе доверяет то вроде бы давай надеюсь миллион но я тебе покажу но он доказательство недвижимости класс давай арут прислал 21 год документ на квартире в дуба кажется 17 из них проданы в убыток и 4 внести в реестр ну короче все поняли ни одной квартиры были ни одной одни про продал потому что ну все были и 4 не внесены в реестр типа их не существует да и я правильно понял типа что она пытается сказать скорее всего если не внесены значит их не существует ну правильно то есть из 21 ни одной неликвидные а то есть есть какие-то да но они не ликвидные типа в минус работы есть хоть какое-то доказательство убыток 62 2000 давай спасать это интервью вместе эти предлога зачем мне его спасать меня вообще никак результатов интервью сейчас не интересует есть хоть какое-то доказательство но не знаю может быть тоже наверняка скриншот какой-то сделал доказательство что у тебя был миллиарды можно нарисовать ну что то вот доказательство того что я был миллиард что-то все единственное как эти могу доказать показать кошельки показать адреса не на камеру а вот мне лежний нет не буду так делать это соображение безопасности я не буду так делать тогда еще один важный я сразу говорю я знаю людей которые вот я вам рассказывал уже я знаю людей которые типа бабки поднимают на понимали но я просто не знаю чем они сейчас занимаются на крипте и причем они невероятно богатые бля там у чувака rolls-royce хаты на крестовском острые там но серьезный человек вот и никто не знаешь чем он занимается не дай бог блять он никому ничего в интервью не сидит сигары бля у меня миллиард был никогда вообще его когда мы в общей компании появлялись его спрашивают а чем-то занимаешься такой да так типа сейчас безработный не дай бог он ничего не рассказывал вникают гуманистические вопросы потому что если есть человек а ты знаешь но я короче я был другом его лучшего друга понимаете типа ну вот мне просто по секрету сказали типа и все миллиард долларов каждый раз про это говоришь да я ж не говорю кто естественно просто я в пример всегда ставлю просто я другие криптомиллионер wanna чуваки никогда в жизни не видел ну так не я в дубае не летаю не шарю короче вот я простоappelle я ставлю тот человек и даже во имя не произношу естественно общество вопрос и где больница которую он построил а где школа который он постар verder что то что он сделал не только для себя а… А и кто это блять и кто-то вы в жизни я воду даже у меня фоток не нет ничего вы даже не и узнаете, кто это. Олег, бля, это Олег, да. Да, его зовут Олег. Потому что это уже такая сумма денег. Я еще в мафии, ребят, я еще за столом, блядь, вы не подумайте. Когда ты не мог делать... Боже, 24 февраля, скольким семьям мы помогли? Подожди, он ее Олегом назвал? Когда ты не мог делать... А, я думал, он ее Олегом назвал. А, был. Общество вопроса. А где больница, которую он построил? А где школа, которую он построил? А где что-то, что он сделал не только для себя, а для других? Потому что это уже такая сумма денег, когда ты не можешь делать все только для себя. Прошу прощения, ребят, одну секундочку, одну секундочку. Ведь я в темноте уже сижу, у меня вот эта лампа ебанная, надо будет ее заменить, блядь. Она тухнет почему-то, ну, не ярко светит сейчас. Все, я сейчас без этого справлюсь. 24 февраля, а скольким семьям мы помогли? Украина, много февраля. Примерно 50. Помогли переехать? Помогли полностью обжиться. То есть ты помогал семьям после начала... Да, жену Олег зовут, блядь, я что-то не понял, блядь. И это, ну, это одно из... Просто после того, когда ты начинаешь такие вещи делать, мы сделали несколько раз, а потом начался такой хейт, о, ты делаешь, зачем ты это делаешь на показ? Я просто перестал все показывать, я не хочу этого делать на показ. Потому что каждый раз, когда показываешь, начинают просто зафирать. Но почему сами эти люди ничего не сказали? То есть, понимаешь, про твой миллиард сказал только ты, почему никто больше об этом не написал? А кто должен говорить? Форбс должен написать, люди должны... Я, слушай, я предлагал, вот я тебе могу показать переписку с Ярославом Бабушкиным. Я говорил, приедьте, оцените мое состояние, я покажу все документы, покажу все. На что он мне ответил, что ты не являешься гражданином России, Форбс не будет тебя оценивать. Следовательно, кто меня должен оценивать? Мы готовы, давай, мы готовы все проверить, я пошлю человека. Вы же не Форбс. Но мы опубликуем, и все об этом узнают. Если Форбс согласится, я с удовольствием приму всех представителей Форбс, скажу все, что есть, и пускай я опубликую состояние. Что сейчас приносит больше... То есть одним журналистам я покажу, но только Форбс, а другим журналистам не буду показывать. Вы же не Форбс, придурок, блин. Крипта? А что Джереми про это думает, а Руслан? Крипта в моменте. Вот сейчас мы находимся в стадии, где рынок отрос, в моменте позиции выросли. Вот один портфель, допустим, он сейчас на 45%. Бля, какой же пиздун, да, просто редкостный. Вы понимаете, все темы, которые они затрагивают, он везде напиздел. Вообще везде напиздел, все, что вообще просто, блин. 35-45%, сейчас покажу тебе. Он сейчас мы у нас... Чё 45, тихо, 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 кошельки показывает нам. Что сейчас приносит больше денег? Крипта? Крипта в моменте, вот сейчас мы находимся в стадии. Типа, и пролетел катар, и какой в момент... Типа, блин, нихуя... Рынок отрос в моменте, а позиции выросли. Типа, сейчас выросли, а все, уже не выросли. Вообще выросло, а нет, уже не выросли. Типа, в этом моменте, типа, или что? Один портфель, допустим, он сейчас на 45%. 35-45%, сейчас пока. Нихуя себе, блядь, а где у меня портфель, блядь? А, ладно, далеко, блядь, нихуя себе, 45%. Сейчас мы у нас рынок упали на 11%, вот, посмотри. Так, 2 миллиона... Какие портфель? 920. Это только один портфель, который смартфон. Этот фонировал. Да, да, да. Чё это, блядь, за приложение, нахуй? Что это, блядь, за... Фоллоу, подписаться? Чё это за... Что мне рассказывать, блядь, я не понимаю? О, уже что? А чё это такое, ребят? Кто шарит? Что это за бред, блядь? Это криптопенал? Это криптопенал, блядь. А что это такое? Я первый раз вижу, что это за бред, вот эта хуйня, блядь. Орут. Орут, смотрите, орут. Знаешь, что у тебя есть 20 миллионов долларов, это... Это собранный криптопенал, походу, блядь. О, знатоки. Он показал приложение DropStab. Там можно любые суммы в кошельке нарисовать. Да ты чё, блядь. Вот это моя аудитория, умные люди, вот ты хуй наебёшь. Спасибо, спасибо. Я, ну... Мне чё-то не верится. Это реально странно выглядит, короче. Просто поняли? У него ещё... Имя? Блядь, да где же... Вот, сука, у неё, конечно, качество. Имя просто орут указано. Орут, смотрите. Орут, видно вам? Вот это, вот это кляксы, ёвы. Смотри, орут. Типа 3 миллиона долларов принадлежат орут, блядь, название аккаунта. Ну это же бред, блядь. Знаем, что у тебя есть 2,5 миллиона долларов. Это, кстати, большие деньги. 2 900. Кстати, да, это богатый парень, ребят. Первый не пиздёшь, мы видим, реально. Ну как... Первый не пиздёшь? Ну как говорят, сомнительно, что это пиздёшь, походу, нарисованное, блядь. Я с вами, что это твой портфель. У него просто там написано, вот кто не увидел, просто орут. Без фамилий, без фамилий, без ничего, прикиньте, блядь. Просто орут. Орут М, блядь. Всё понятно. Что в слабый месяц сейчас ты зарабатываешь 100 тысяч. В слабый месяц тогда я говорил, что в слабый месяц я зарабатываю 100 тысяч долларов в месяц. А сейчас сколько в слабый месяц ты зарабатываешь? Лето было невероятно тяжёлым, но сейчас, вот 2020... Ну конечно, Моргенштерн уехал. В третьем году, во второй половине, я думаю, что слабый месяц это 70-80, может самый худший это 50, а лучше 130-140. Потому что там в хороший месяц был 1 миллион. Потому что был рынок в таком цикле. Сейчас вот только всё перевернулось, вот только некоторые... Вообще биток 65 долларов, разве нет? Он же что, не поднял на это? Он же вообще шарит, блядь. Отросли, вот совсем недавно. Даже я на битке поднял, реально, я просто по приколу купил, короче, биток. Два раза поднял больше. 50-80 тысяч в плохой... Ну что ты там, ну чуть поменьше, чем в два раза, ну что ты такая хуйня. Ты на чём зарабатываешь? На крит. Ну смотри, у меня в год только... Крита такая штука, которая тебе не приносит киж. У меня, помню, тренер по баскетболу постоянно говорил 7. Я всегда с этой хуйни убирал. Раз, два, три, четыре, пять, пять, семь. Я с этой хуйни постоянно падал, блядь. Я у меня скакалка бил. ...инвестиции, которые у тебя... Вот ты инвестируешь год-два, и у тебя бах, начинает стрелять на бычий цикл. У нас 4 миллиона дирхам примерно в год делает... 4-100 в год делает рентекар. 4 миллиона сто... Чё делает? ...3 тысячи дирхам в этом году, вот по сегодняшнему день сделано. 70% из этих — это мои деньги. Могу тебе вне камеры показать вообще всё. Давай. Пенис покажешь? Кроме документов на какие-то помещения в Дубае, техпаспорта на машине, народ ничего не прислал. Понятно. Ты также говорил, что ты один из крупнейших поставщиков селёдки в Восточной Европе. Полистирола и яиц. В Восточной Европе я один из самых больших поставщиков селёдки. Селёдки? Один из самых больших поставщиков полистирола. Полистирола, блин. Пенопласт возил, блядь. Полиэтилен. Полистирол мы поставляли не в Европу. Ну куда-то. В Россию. Вот. Давай назовём... Он сказал, что он селёдку из России привозил, блядь. Подожди-ка, я сейчас не понял. Один из самых больших поставщиков... Селёдка, блядь. Блядь, столько времени прошло до сих пор рофли с этой историей. Самый большой поставщиков селёдки. Селёдки? Селёдки. Один из самых больших поставщиков полистирола. Если мы об этом говорим. Он там говорит... Я помню эту историю. Он сказал, что он из России возил в Дубай, короче. Что-то такая селёдка, блядь. Вы представляли не в Европу. Ну куда там? В Россию. Вот. Да не в России он говорил. Он говорил, из России. Я вам отвечаю, блядь. Я помню эту историю. Давай назовём хотя бы эту компанию. Я вам отвечаю. Вот у меня жена стоит, блядь. Вот он реально говорил, что он из России возил, блядь. Я тебе всё покажу за камерами. Да хуй покажешь за камерами? Ты сейчас должен супер обогатиться. В России проблема с яйцами. Я так думаю, так себестоимость выросла в 2,5 раза. Маржа стала меньше. То есть стоимость яиц выросла, потому что себестоимость стала выше. Ты поставляешь сейчас яиц. Стоимость твоих яиц, блядь, не выросла. Яйцо назвать своё. А это ты можешь сказать. Ну, название яицам, угаска, своё. Сколько у тебя, какие объёмы? Могу набрать партнёра. Давай. Потому что я, честно говоря, убыточный. Не знаю, как бы. Вы вдвоём с партнёром? Нет, там как бы много людей. Но ты там крупный партнёр? Или там у тебя 2%? У меня там около 30. 30. Это типа открытая информация? Без названия, пожалуйста, компания. Компания называть не нужно. Мы тут сидим с Ксенией Анатольевной. Скажи мне, пожалуйста, какой у нас объём продаж яиц в месяц? В автобусе порядка нет. Кто такой Антон, блядь? Сука. Не, реально, я сейчас с этого с собой, блядь, тоже позвоню. Алло, Игорь? Да, вот без названия скажи же, что все подписывайтесь. Ну, что телеграм-канал Декана Сосал – это реально основной телеграм-канал в Телеграме. Да, да, реально самый основной. Вот и всё, вот у меня жена стоит. Как я врать-то могу, блядь? Да, это 1300. В какие сети продаём? А в какие сети продаём? Скажи, пожалуйста. Дикси, Стандарт, Яндекс Лавка. В принципе, Питерская. Там этот народный, там всего 2 магазина. Спасибо большое, Тём. Ну вот мы нашли уже, ты видишь, реальный бизнес. Селёдка в Европу. Да кто такой Антон, блядь? В смысле, реальный бизнес? Она поверила в эту хуйню, блядь? Это была одна большая крупная партия. У нас всё получилось. То есть всё-таки он бухал, поняли? Он бухал с Дрейком, получается, Антоши тоже бухал, блядь, 2x2. Но потом случились санкции. Первые страны, в которые мы начали поставлять, это Эстония. По-моему, если я не ошибаюсь, та же самая Литва. А потом, блядь, просто начали разворачивать грузовики и всё. Из России, блядь? Кончилось. Моргенштерн и Бугатти Мьюзик. Не успела ещё. Блядь, сладкая, наконец-то, тема. Стыдь, так сказать, наша студия. Сейчас, подождите, немножко разомнусь, блядь. О, сейчас надо задрачивать. Бля, ребят, не дай бог я сейчас проебусь задрачивание. Сейчас немножко разомнусь. О, блядь. Поехали. Вот сейчас надо, блядь, максимально задрачить. После интервью с Лишером. Придурком. Я там, кстати, много говорю о том, что он будет внимательным с окружением. Ага. Я тоже, это я так сказал, блядь, а не ты. Поехали. Ты нас выставила там в не очень правильном свете, конечно. Да, тебя только в таком и выставишь, блядь. Я вообще, я дожусь этим интервью, я провидица. Я просто бабка Ванга. Это я провиди, это ты, блядь, у меня всё украла, нахуй. Всё, что я сказал, пересказала, блядь. Поехали дальше. Свою открыть, что я могу говорить вам, предсказывать будущее. Пизди, пизди, приятно слушай. Лучше предскажи себе, чтобы кроссовки нормальные кто-нибудь купил тебе, блядь. Поехали дальше. Внимателен к своему окружению. Морген проходит пару месяцев. Подожди, ты сравнила нас, смотри, ты сравнила нас с ребятами, которые оставили его без ресторана. Который, по факту, оставили без ресторана. Я им сказала, просто будьте внимательны. Как, а, блядь, придурок, зайти, потому что лох и придурок. К людям, с которыми ты, он говорил, это мои два брата, Ашер мой брат, орут мой брат. Да, 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 у него, а теперь у него новая КМ-мафия, блядь, добро, чё, забыла, нахуй. У него новые пацаны, короче, вот им теперь можно верить. Трогай их, мои братья, мои. Прошлое два месяца. Ну? И ты, Моргена, скизал. Это я сказал, блядь, это, блядь, почему, блядь? Снимаешься в клипе, и Моргена, понимаешь, вот это что же, у человека вообще мало принципов у чувака. Но даже у Моргена... Ну, то есть, типа, нет, короче, поняли? Типа, мало, это типа, чуть-чуть, блядь. Принцип, блядь, я не рекомендую. Совсем чуть-чуть, блядь. Первую, букмейкеров. Хорошо. И ты умудряешься. Букмейкер, блядь, что? У Моргена, у Моргена. А, блядь, ааа, букмейкер. Понимаешь, вот это что же, у человека вообще мало принципов у чувака. Но даже у Моргена есть принцип. Блядь, я не рекламирую букмейкеров. Букмейкер, блядь, как это круто. Как она так слова произносит круто, вообще, прям рофлю круто, букмейкер. Ты умудряешься за его спиной рекламировать букмейкеров. Перестань, блядь. Ой, ему об этом не сказав. Это как вообще возможно? Это была часть шоу. Он тоже сейчас ебанет букмейкерку. Нам заплатили. А, это так давно было, блядь. Один большой человек на всех. И он тоже сейчас будет ебашить букмейкерскую контору у себя в клипе. Только, правда, мы реально не общаемся. Мы реально не общаемся. То есть, это реально причина ссоры и распада Bugatti Music. Понос Music, блядь, значит. Это реальная причина, нахуй. Но это самое, понятно. То есть, это все ваш пиар? Блядь, классно зазумили. На всех. И он тоже сейчас будет ебашить букмейкерскую контору у себя в клипе. То есть, это все ваш пиар? Конечно. Я хочу еще раз, мне нравится Вот это кринж пошел, вот оно, вот оно Он тоже сейчас ебанет букмекерку Нам заплатили один большой чек на всех И он тоже сейчас будет ебашить букмекерскую контору Ты реально, бля, в чё я тебе верю, бля Ты реально будет Букмекерская, бля, пиздец Про яйца Про яйца, короче, компания с яйцами Тоже фейк, там никакого Антона нету, ну-ка я проверил Здорово, блядь Реально нету И яиц нету, блядь, не верится, блядь Я, блядь, чистый кринж, база, блядь Не продаюсь Нахуй искал база, ну прям, я не знаю, наслаждай меня экстаз, короче, от кринжа Вот это самое, на тебя ж немножко голова кружится от кринжа, прям классно Это прецедент, но реально много дали заебля Сам факт того, что все-таки Морген отказался от этого принципа не рекламировать Это вопрос к нему Да, но это херово дела пошли или что, почему-то? А почему херово дела пошли? Смотри, он же всегда, это же Морген Чем больше заплатят, тем больше, сколько бы бабок, знаешь, не было Это Морген Всегда их мало Заплатили, дохрена, он согласился И он же во всех своих стримах же говорил, что если нормальную сумму дадут, я пойду Он везде это говорил, вот и нормальную сумму дали Тебе они тоже заплатили? Конечно И сколько, если не? Много, не могу раскрывать, честно, у нас контракт Вот, вот человек Но заплатили, дохрена Вон, жена стоит, я не могу, жена стоит Там полмиллиона миллион Тебе лично Миллион долларов тебе, блядь, в чем пиздит? Миллион долларов, да он пиздит, блядь, за десятку снялся Но это, я так понимаю, не разводка Я это знаю уже из своих источников, что его не пускают в Дубай И что с этим реально есть какие-то сейчас проблемы Ну, в твою защиту, наверное, хочу сказать, что это точно не из-за тебя Но есть какие-то сложности, я думаю, что Второй раз я не готова Я думаю, что это просто сложности из-за документации иммиграционной Такое иногда бывает, что просто неправильно подали документы на визу И там черточка, запятая Нет То есть ты думаешь, что это решится? Да, конечно, это вопрос же просто, это такой вопрос, бумажный вопрос Он решится Слушай, насколько я знаю, там стоит какой-то флажок национальной безопасности Типа как ФСБ в России А это что значит? Я думаю, что об этом, наверное... Там прямо сам Алишер рассказывал, что у них пометка, что когда он прилетает лично Ну, короче, вы поняли, там, типа Или билеты берет лично звонить, короче, служба безопасности Только те, кто работает там Я сам ничего не видел Очень интересный момент по поводу твоих роликов Последних Я чую, какая-то новая грядет волна Как выйти из системы? Я, честно говоря, может, и не обратила бы на них внимания Но если бы не трейлер в твоем Телеграме Из какой системы, бля? Все еще не верите, что все спланировано И тщательно подготовлено Наркоман, что ли? Какая система? Которые вызывают сомнения и вопросы Теории заговоров существуют? Появляются кадры Бля, треугольники в чат, что за хуйня? Появляются кадры военной техники Видео, намекающие как бы на войну в Украине И на войну в Израиле Зачем ты вставил туда эти? Причусь или Шер Моргенштерн? Или он опять себя направил? Существует? Появляются кадры военной техники Видео, намекающие как бы на войну в Украине Что это за бред, ебаный? Вот это за хуйня Это его так зовут, блядь, на самом деле? И на войну в Израиле Бля, вот здесь точно? Ребят, вы не зря треугольники хуярите Вот это пошел заговор какой-то, блядь Ставил туда эти кадры Ролик смотрела? Да То есть контекст, понимаешь? Да Вопрос был такой, что Самый главный Наверное, нарратив сегодняшних дней То, что у людей слишком много экранного времени Это отключает вообще все возможные Когнитивные способности человека Человек реально тупеет и дуреет И вместо того, чтобы решать проблемы перед собой Начинает испытывать чувство тревоги О том, что происходит так далеко от него И настолько он на это не может никак повлиять И все, что он... Но если это прямо у него Это просто принимает информацию Без каких-либо решений, понимаешь? И эмоционирует в комментариях Или еще в каких-то пабликах Хотя это время Он может реально тратить на собственное развитие Зачем политизировать? Я не понимаю Это посыл Да, вот это хуйню несет Жена видела вообще, что ты несешь хуйню сейчас А что жена говорит, блядь? Только трейлер Сам ролик говорил как раз-таки об обратном Что не нужно вообще каким-то образом нырять в политику Потому что в политике многое Неоднозначно, непонятно И происходят вещи, которые друг другу противоречат Ты там все равно говоришь об этом так Таким голосом и такой монтаж Что ты-то как бы все это понимаешь Ты сам занимаешься изучением этих процессов Тебе интересно Ну, в базовом варианте, конечно, мне некоторые вещи абсолютно понятны Мне понятно, что... Мне этот мир абсолютно понятен Невозможно вести, знаешь, такое ощущение, как будто многие смотрят на это Вот здесь мы воюем, а вот здесь мы делаем бизнес И когда ты смотришь на это вот со стороны Со стороны бизнеса, ты понимаешь Так, не может тогда народ так сильно друг друга ненавидеть Но бизнес какой-то все еще сохранять Далее вторая часть Как выйти из системы И ты рассказываешь про так называемый патриотический акт Который вот был принят Который из-за того все началось Да все, вся слежка началась с патриотического акта Он предоставил правительству беспрецедентные полномочия Для мониторинга телефонных и электронных коммуникаций Сбора данных о банковских операциях и кредитных записях А также отслеживание деятельности невинной реакции Блин, безусловно, масон, ебаный, хуйню несет Боже, что он намешал, блядь, что вообще Бля, он реально неадекватный Какую хуйню он несет, что он пытается нам рассказать Знает, что это было направлено на борьбу с террористом Идущей крипте, да-да-да Закон патриотов на английском патриот акт Сделал обычных граждан тоже подозреваемыми Скажи, пожалуйста, ты хорошо изучил этот вопрос Прежде чем записывать этот ролик Какая часть тебя беспокоит этого вопроса? Меня беспокоит привязка к этому акту Потому что, на мой взгляд, как журналист Это очень грубая манипуляция Ну, довольно известным фактом Потому что, действительно, патриотический акт был После теракта И, действительно, там давались такие полномочия На сегодняшний день все еще даются Нет, подожди Ты знаешь дальнейшую вообще историю этого закона? Вот что там произошло в 2007 году Расскажи В 2007 году из-за скандала с Альберто Гонсалесом Это был министр юстиции Он... Я вообще про эту тему не знаю ...обвинен в увольнении ряда людей Которые были нелояльны президенту Джорджу Буша И вот на его кейсе, этого Альберто Гонсалеса Как раз сняли неограниченное право Снимать и назначать прокуроров Которые также происходят в этом патриотическом акте То есть патриотический акт в 2007 году был один раз Скажем так, кастирован Он урезан Да, урезан Ну, короче, он не прав Он не прав Давайте уже дальше Блин, какая хуйня Почему мне это должно быть интересно? Отлично, этот немножко так В стиле программы итоги на канале России Да, я не отрицаю Мне еще учиться и учиться точно вот таких Чуть, у тебя уже возьмут к скобе Ну, конечно, 9 классов, блядь Я бы хотел получше Там есть конкретик Нас всех подслуживают И нас всех в любом случае послушают Ну, это не так, это неправда Секундочку, но в этом... Кого-то из нас подслуживают Но в этом ромке... Тех, кого подслушивают, подслушивают После судебного процесса Я сказал, нас всех послушают Но это не так Ну, со всех наивная, конечно, прикольно Да, момент интересный Обратная Утверждать не могу Кажется, что наш телефон нас подслушивает Но это на самом деле не так Ну, ты понимаешь, это так дойдет до бесогона И выше к 5G Кажется, нас подслушивают Секундочку, потом я объяснил про профилирование Что у каждого из нас есть отдельный профиль Их всего лишь там несколько штук И каждый из них... Но не всех нас, да Но, очевидно, если захотят подслушивать, блядь Я... Вот Павел Дуров, по-моему, круто сказал Данное интервью, если не ошибаюсь Я вот в ТикТоке видел, что, типа Я покупаю телефон Знаю, что меня уже слушают Типа, или что-то такая хуйня Или это... Ходит под какую... Или это Путин говорил, кстати Ну, что-то такое, по-моему, логично Объяснил, что нет доказательства Что нас прослушивают Ну, то есть, просто инструменты для этого все есть, блядь Вон, посмотрите вот эти расследования Навального Которые были, помните, вот там Кто-то куда-то пошел Это куда-то Вот его передвижение Это же пиздец стрёмный Дуров, да, так говорил? Это же пиздец стрёмная хуёвина, блядь Всё перемещение твое Если надо, найдут, блядь Просто надо, ну, не париться по этому поводу Я так считаю, ничего не прятаться Это сказал в ролике Ты плохо посмотрела Я вовлю, что 90% гигантов В сфере технологий Либо имеют базу в США Либо связь Они следят, да-да-да В США Либо им полностью под контролем Я еще успела посмотреть До блокировки твоего Инстаграма Его почему-то заблокировали За что, кстати? За что, кстати? Кто-то опять втюхивал какие-то гивы Или что-то там делал Ну, я никогда не втюхил какие-то шансы Я втюхил Манипуляция За что заблокировали? Ты просто опускаешь меня вообще За что заблокировали? Да и без нее опущен уже был Шанс, Ксюша Хорошо Заблокировали за... Я думаю, ну, мне бы хотелось, наверное, верить, что это из-за моих высказываний в сторону мета Потому что они не очень хорошо относятся к этому ко всему Но на самом деле Это просто ход Я просто хотел отключиться от Инстаграма на некоторое время и просто отключился Окей Но мы увидели, что ты подписан на Арестовича Да Тебе нравится Арестович? Кто это? Мне нравится смотреть разные точки зрения У тебя, может быть, есть какие-то политические амбиции? А, все, видел Хотел бы я пойти в политику Может быть, если бы... Может, через 10 лет Кого ты еще смотришь, кроме Арестовича? Вот с той стороны, с другой Я смотрю тебя Правильно, еще кого? Смотрю нехту Иногда смотрю Маргариты Симонят Я как-то должен признаться Ты следишь здесь? Саязм Ой, бля Ну, постольку, поскольку, как все Что ты думаешь об этом? И какие это у тебя чувствуются? Номер один, я считаю, что Злорадство, что человека посадили Очень странно Я считаю... Нихуя не... Смотря какого человека Конечно, тюрьма это Никому не пожелаешь Но вот этого Придурку, бля Мошеннику Туда только и дорога, бля Злорадствовать, я считаю, надо, бля Что наверняка... Пускай сидит, бля Наебывал он там людей Чуть-чуть добрее Я не знаю, что он... Чуть-чуть добрее А вот он был добрее, когда, бля У людей последние деньги забирал Ты, бля Придурок, ёбаный Ну, я уверен, что если он что-то натурил... Пускай бутылица сидит, бля Это, наверное, поплатится Вот он и поплатился, вот и сидит, бля Когда-нибудь за все заплатит, правильно? Как ты думаешь, есть вероятность, что... Жалко, что ты никак не заплатишь, бля Сейчас взяли за всех инфо, скажем так, блогеров Чуть-чуть, бля На туре Чуть-чуть Бизнесменов, инфомошенников И что за тобой тоже могут прийти Ну, возможно же все В этой жизни Последний вопрос Какой грех страшнее, гордыня или числай? Прикольно, что, ну, она говорит в контексте Говорит, за всеми мошенниками рано или поздно приходят Типа сажают их в тюрьму и за тобой же придут Ну, говорит, ну, возможно Ну, типа, он понялись, уже себя отнес, типа, барали к мошенникам Класс, молодец, бля Чего ты спросил? Вопрос, какой грех страшнее, гордыня или числай? Хороший вопрос Я думаю, и то, и другое Но самое страшнее Просто у гордыни Что хуже? Гордыня Почему? Страдаю Спасибо Ну, придурок, бля Бля, вот чуть-чуть затянула она с этим интервью, правильно? Вот, блядь, вот чуть-чуть бы пораньше выпустила Когда прям тепленькое было, было бы заебить Они записывали его много лет назад, блядь Ну, условно, да? Очень давно Было бы намного горячее воспринималось Блин, сто процентов людей Людьми Ну, все равно прикольно Ну, раскатали Вообще, по факту, ничего не прокнуло, да? По каждой хуйне его разъебали По каждой мелочи, бля Вот и все Придурка, бля Бля, бля Бля, бля По каждой хуйне его разъебили По каждой хуйне его разъебили По каждой хуйне его разъебили Продолжение следует...